Здравствуйте, с Новым Годом! Слава Богу! Слава Богу! Джесси, ты помнишь, на что был похож Новый Год прежде? Похмелье было таким сильным, что невозможно было найти свою голову. В большинстве случаев я его даже не помню. Я был очень пьян. Но подумать только. Подумайте. Аллилуйя. А сегодня... Упивайтесь Духом Святым. Это сильно. Ты просыпаешься на следующее утро и чувствуешь себя превосходным. И с каждым днём чувствуешь себя лучше. Благословение Божье. Пусть Бог благословит тебя, дорогой. Мы очень рады, что ты с нами сегодня. И позвольте мне помолиться за вас сегодня, потому что многие из вас принимают в это время какие-то новогодние решения. В этом нет ничего плохого. Да. Ведь это доказательство того, что вы знаете, что кое-что нужно изменить. Но большинство решений недлительны, как все знают. Почему? Верно. У вас нет силы Слова Божьего и веры. И дело не в решении. Да. А в вере в Слово Божье. И вот что получается. Да. Я помню... О, Господь. Как же его звали? Много лет тому назад он был широко известным юмористом. И он спросил у служителя Пэтта Буна, известного служителя. Вы вообще не пьете? Тот ответил, нет. Вообще не употребляй алкоголь. Пэт, вы на самом деле совсем не пьете? Тот ответил, нет, не пью. Вот это да. Это было бы ужасно просыпаться утром, думая, что лучше я себя уже не почувствую. Понимаете, именно в этом направлении идет весь мир. Да. Да. Но когда наступает рождественская пора, или пора праздника Благодарения, я не сажусь за стол и не седая целую тарелку пирога, торта и такого прочего. Я был избавлен от этого. Я все время наслаждаюсь тем, что я ем, но я не прерываю тренировки. Верно. Возможно, я съем больше, чем обычно. Но поймите, я не срываюсь и не начинаю просто объедаться всем подряд. Твоя вера — это не решение, это провозглашение. Именно это я и хотел сказать. Ты высовывательата. И у меня великая радость. Если я все еще пребываю в этом рабстве, мне больше ничего нельзя есть. Это не принесет никакой пользы. Однако большинство из вас отказывается от сахара на 3-4 дня, а потом едят что-то сладкое, и им нравится этот вкус. И следующий шаг, смотрите, пройдет всего лишь несколько часов, и ваше тело начинает «что-то только что съел». И хотя, возможно, вы даже наслаждались этим, когда ели, но начинаются последствия, и они убивают клетки вашего мозга. Да. Да? Мы уже говорили об этом ранее. Мне кажется, я упоминал это. У меня был пост в январе. И я не обходился без пищи целый месяц, но я постился 12 дней. А потом до конца месяца ограничивал себя в пище. Конечно. И Господь сказал мне, это изменит твои вкусовые предпочтения. Но я не хочу, чтобы ты снова возвращался к прежним вкусовым предпочтениям, от которых я избавил тебя во время этого поста. Он сказал, если сладкий вкус, он использовал, к примеру, апельсин, и точно такой же вкус у хорошего спелого яблока, но особенно это касается апельсина. Он сказал, если бы апельсин был самой сладкой пищей, которую ты только ел, это было бы очень насыщающе. Но если ты съешь конфету, а затем ты начнешь есть апельсин, то апельсин тебе покажется кислым. И он сказал, не развивай снова вкусовые предпочтения к сахару. И я придерживался этого много лет. Но послушайте, Ваше физическое тело не может сделать это без Слова Божьего. Верно. Потому что Слово Божье будет обновлять ваше мышление, контролировать вашу плоть. Именно это происходит с новогодними решениями. Вы находите местописание, которое охватывает ту сферу, в которой вам нужны изменения. Верно. И вы делаете провозглашение веры. И слово «решение» означает что-то решать. И это настоящее решение. Вы обращаетесь к Писанию, которое дает вам обетование того, что вы пытаетесь изменить. Верно. Понимаете? И невозможно построить что-либо без основания. Нет, невозможно. Для этого нужно основание Слова Божьего. Именно об этом ты говорил. Именно. С чего бы вы ни начинали, то ли с пищи, то ли это может быть, все что угодно, вам необходимо основание. Найдите обетование. Найдите обетование, верно. Это самое первое, что делает строитель, когда строит дом. Он не говорит о бревна 2 на 4 дюйма, или 2 на 6 дюймов, или о крыше. Он говорит, нужно начинать с основания. Да. С фундамента. Потому что, когда фундамент залит правильно, дом будет прочным. Ты знаешь, Джесси, мы с тобой оба пережили это. У вас нет настоящей надежды изменить что-то, пока у вас нет библейской надежды. Верно. И Писание говорит, все обетования Божьи во Христе, да и аминь. Аминь. То есть не существует ответа «нет» на молитву, основанную на обетовании Слова Божьего. Если вы помолились этим обетованием, эта молитва становится молитвой веры. Почему? Потому что вы начинаете молитву с ответа. Но люди молятся проблемой, а не обетованием. И в таком случае ответа «нет». Да. Что, Бог не говорит «нет»? Нет, только не тогда, когда вы молитесь согласно тому, что Он сказал. Да, если вы придерживаетесь Слова Божьего, но понимаете... Вы нуждаетесь бедить. Вы не знаете ответа, если не основывали молитву на Слове Божьем. Слава Богу. И это ваш новогодний библейский урок. Уверяю вас. Но это жизнь. Это жизнь в ряду веры, брат. Первый день Нового Года не должен начинаться с автопилота. Вам нужно отключить его и принять решение, как быстро вы собираетесь ехать или как медленно вы собираетесь ехать. Понимаете, вся сущность Писания, и всё обозначено в этом Слове Божьем. Если вы начинаете с мышления... Хорошо, приведу пример. Много лет тому назад Бог сказал, «Приноси свои прошения и свои моления с благодарением». Я собирался проводить наш совет директоров. Я написал свою речь, которую собирался произнести на совещании. Это было вечером воскресенья. Совещение должно было произойти в понедельник. Я сказал, «Знаешь, наверное, Богу нужно посмотреть на это». Я вытащил бумагу. Я сказал, «Возможно, это прозвучит глупо, но я так делаю». Я сказал, «Господь, что ты думаешь об этом молении и прошении за миссию Джесси Дуплентиса?» И ответ — «Тишина». Он сказал, «В этом нет веры». Я переспросил, «В этом нет веры?» И то, что он сказал, изменило всё. Он сказал, «Ты определил то, что будешь делать в этом году, прошлогодними считаниями». И это вообще не сработает. Не сработает. Я тоже поймал себя на этом. И Бог сказал мне, «Ты только что записал меня в безработные». И я осознал кое-что. Я порвал своё прошение, и я написал то, что я хотел сделать. Дамы и господа, я не мог этого сделать. Потому что, понимаете, если вы можете это сделать, тогда просто идите и делайте. Вы должны записать то, что вы не можете сделать, потому что Бог работает в сфере невозможного. И я представил это на совещании, и первое, что я заметил, от удивления они начали моргать глазами. Знаешь, Брат Коппан, мы должны были завершить запланированное до 31 декабря этого года. На самом деле мы закончили всё, что было невозможным, до 1 октября. Я спросил Господь, что я буду делать дальше? Он ответил, «У меня больше, чем достаточно». Благодать мешалась, да? Да. Я дал ему эту возможность. О, Джесси, это удалось. Поэтому не начинайте Новый год на автопилоте. Отключите свой круиз-контроль и определите, кто вы согласно записанному Слову Божьему. «Это будет так сильно, что это войдёт в ваше семя». Знаете, даже когда Давид был мёртв уже много лет, Бог увидел, что его семя попало в беду. И Он сказал, «Я помню своего слугу Давида». Бог помнит людей, которые верят Слову Божьему. Да. И Он сказал, «Я не позволю этому прийти на его семя». Задумайтесь об этом. Джесси, я понял это. И очень рад, что понял это рано. В первые несколько лет Своего служения. В то время Господь сказал мне послать брату Хейгену 50 тысяч долларов в качестве пожертвований. Я видел 50 тысяч долларов служения, потому что оно развивалось. Но у меня лично никогда не было 50 тысяч долларов. Но я ответил Господу, «Да, хорошо, я сделаю это». Я узнал, что вместо того, чтобы жаловаться, если Бог говорит вам сделать то, что вы не можете своими силами сделать, сразу же беритесь за дело, потому что Бог сделает его за вас. Он будет учить вас, тренировать вас, растягивать вас и тянуть на следующий уровень. Бог не ожидает, что вы это сделаете своими силами. Да. Он никогда не говорил вам, и я хочу процитировать тебя и Билла Уинстона, он никогда не говорил вам платить за это. Он сказал вам верить об этом. В этом вся суть. И во сколько, когда он сказал вам сделать это, вы ответили, «Да, Господь, я солдат в армии Божьей, я это сделаю». Это уполнопочило вас совершить это. И когда вы сказали, что сделаете это, он дал вам силу совершить это. И в конце дня я взял то, что у меня было, положил на стол, или в какую-то чашку, не помню, сложил все, положил в банк, выписал чек и отослал это брату Хиггину. Это были личные деньги. Я исходил из... Понимаешь? Если кто-то давал мне какую-то сумму на собрании, или где-то еще, и благословлял меня, я просто отсылал это брату Хиггину. Я даже не считал те деньги. Да, я понимаю. Я просил другого человека посчитать те деньги, положить это в коробку, и отдать это брату Хиггину. Прошло какое-то время, не знаю, сколько это все длилось. Не очень долго, но я сказал, интересно, сколько же я послал брату Хиггину денег? Я позвонил нашему хорошему другу, который уже ушел на небеса, к Господу, Бадди Харрисону. В то время он был главным управляющим в служении брата Хиггина. Я спросил Бадди, пожалуйста, проверь записи и посмотри, сколько я прислал вам за прошлые... Сколько там прошло? Девять месяцев. Больше пятидесяти. Оказалось, что я выслал намного больше, чем пятьдесят тысяч долларов. Я спросил, что же это... Как это произошло? Это было невозможно. Я не знаю, что ты получал. Но это произошло. Фрагменты. Понимаешь, это меня поразило. И я делал так же. Это фрагменты. Вы говорите, например, я просто положу это в коробку и отошлю туда. Мы не осознаем, что когда Бог сказал вам что-то сделать, у вас это уже есть. Но это может быть в форме фрагментов. Но понимаете, если вы не видите всю картину, вам кажется, что у вас этого нет. И когда вы добавляете его сверхъестественные возможности... Да. Божьи возможности. О, Джесси, давай. Второе послание Коринфянам, девятая глава. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью. Всякой. Всяким достатком во всем, на всякое доброе дело и прочее. Он дает семя... Сеятелю. Сеятелю и хлеб в пищу. Не сказано, что он дает его голодному. Хлеб в пищу. И он дает умножение... Посеянному семени. Например, я беру семя этого яблока. И оно превращается в яблоню. Послушайте, все яблоки падают с дерева. Это не приносит умножение семени. Умножение в самом семени. Это было. Уже было там. Когда я вкладываю семя, он вкладывает в два раза больше. Да ну же. Мы видели, как это происходит. Мы видели, как это происходит. Мы видели, как деньги приходят на банковские счета людей. Это произошло в нашей церкви за последние 12 месяцев. Конечно. Это происходило в церкви Билла Уинстона. Конечно. Как это назвать? Один мой хороший партнер. Он владелец большой фермы. Они решили выплатить все финансовые обязательства за ферму. Он позвонил в банк, чтобы узнать, какая сумма выплата. И в банке не могли найти долговые обязательства. Что происходит? Сверхъестественное умножение. Вы никогда не достигнете этого, если не будете принимать того, что выходит за рамки ваших личных возможностей и сил. Дай-ка мне это яблоко снова. Видите это? Я откусываю это яблоко. И Господь только что проговорил ко мне, я откусываю его, и оно мне нравится. Внутри этого яблока находится то, что называется семенем. Теперь смотрите. Яблоко — это урожай. Семя. Знаете, люди говорят, откуда мне знать, что сеять? Если вы кусите семя, вам оно не понравится. Оно горькое. Не надо есть семя. Оно не для еды. Потому что вы съедаете свой урожай. Да. А ну для того, чтобы посеять. Вы съедаете свой урожай. Да, о, хорошо сказано. Не съедайте это семя. Вот почему его вкус горчит. Потому что оно не предназначено для вас. Оно предназначено для Бога. Это семя было вложено сюда, чтобы вы могли произвести из него другой урожай. Отличный пример, Джесси. Да. В любом случае, это ваше урожай. Когда ты взял это яблоко, я увидел это. И я подумал, да, слава Богу, съешьте все, если хотите. Но когда дойдете до сердцевины, там находится семя. Именно это семя создало большое дерево. Вот что я увидел в том, о чем мы говорили. У меня есть одно семя яблока. И Господь говорит, я хочу, чтобы ты посадил три яблочных семени. Да, но у меня только одно. Я не могу. Боже мой, у меня есть только одно. Ну-ка замолчи, плоть. Прекрати. Ты хочешь, чтобы я посадил три семени? Да. Хорошо, у меня есть только одно. Он дает семя сиятелю. Но тебе, Господь, придется дать мне три семени. И Бог может это сделать. Или когда я сию одно семя, а Бог помещает туда еще два семени. И это сверхъестественное множество. Конечно. В обоих случаях это сильно. Но вы никогда не достигнете этого результата, пока вы не готовы услышать то, что вы не можете сделать своими силами. Послушайте, это целый спектр веры. Это недавно произошло со мной. Ты говоришь об этом семени. Я поехал на обед к моему хорошему другу в Сан-Антонио, в Техасе. Я очень редко езжу кому-то домой кушать, но в этом случае я это сделал. Я вошел в дом, у него пятеро детей. И самый младший сказал, брат Джесси, я хочу посеять семя в служении Джесси Дуплентиса. И он вручил мне чек на две тысячи долларов. Ему всего лишь пять лет. Я подумал, это самый богатый пятилетний малыш, которого я только видел в своей жизни. И тут он добавил, вот вам еще моя мелочь. Пришел следующий ребенок. Каждый из детей дал мне по две тысячи долларов. Это произошло совсем недавно. Чек на две тысячи долларов, что в сумме составило десяти тысяч долларов. Я посмотрел на отца, и отец сказал мне, я хотел, чтобы мои дети были сеятелями. И Бог сказал, я обеспечу семя сеющему. Он обеспечил это. И он сказал, мои дети дают это тебе. Но самый младший сказал, я не только даю вам то, что дал мне мой отец, но я даю вам и свою мелочь. Для пятилетнего ребенка это очень много. И я подумал, какой чудесный урок вы можете преподать своим детям. Это местописание во втором послании к Оринфянам. Он дает семя сеятелю. Понимаете, что я говорю? Знаешь, мой отец поступал так, как когда я был еще маленьким мальчиком. Он давал мне деньги для пожертвований. Да. Но он никогда не учил меня о пожертвовании. Но этот брат научил своих детей. Он просто давал мне деньги, чтобы я положил в коробку. И они будут расти с этим в своем духе. И у них никогда не будет трудностей с даянием. У них всегда будет большое яблоко. У них будет урожай. У них никогда не возникнет мысли, нужно ли им съесть это семя, потому что это все, что у нас есть. Это напоминает мне одно местописание, где написано, наставь юношу в начале пути его. И он не уклонится от него, когда состарится. Прочитайте до конца. И там говорится о деньгах. И о том, чтобы научить детей разве ты не говорил своим детям. Я слышал в одной из твоих проповедей много лет тому назад, что ты сказал, они хотели купить велосипед. И ты сказал, вложи в это свою веру. Ты вкладывал в них семя вера. Смотрите, велосипед — это не проблема. Но тебе придется верить об этом. Знаешь, мне пришлось сказать нашему телевизионному отделу, извините, ребята, я знаю, у меня их много. Они сказали, мы нуждаемся в оборудовании, и на телевидении идет немало денег. И я сказал им, знаете, я не против, это не вопрос, но мне нужно, чтобы все вы работали на меня, веря Богу, вместе со мной. Хотите иметь это оборудование? Одна только штука, которая поддерживает камеру, стоит около 40 тысяч долларов. Это рамка, которая держит камеру. Не говоря уже о линзах, объективах. Речь не идет о самой камере, и я сказал, мы приобретаем самое лучшее, что можно купить за деньги. Но это не проблема. Мне нужно, чтобы кто-то верил вместе со мной. Понимаете, сообща, мы семья. Иначе говоря, я буду говорить то, в чем вы, возможно, не согласитесь со мной. Если у вас проблема, мы можем соединиться вместе в вере. Я проповедовал здесь много лет. Если у вас возникают проблемы, тогда мое задание, поскольку я связан с тобой, стоять вместе с тобой, молиться с тобой, что бы ни происходило, так должно быть. Именно от этого приходит сила. Именно поэтому Иисус сказал, мне нужны эти 12 учеников. Иуда не мог с этим справиться. Он не мог с этим справиться, поэтому ему пришлось отойти в сторону. И Иисус не хотел, чтобы это произошло. Брат Копленд, знаете, Он любил Иуду. Если кто-то заботится о твоих деньгах, ты должен любить его. А Иуда занимался материальными вопросами. Он был казначен. Когда я слышу о нападках на Кеннета Копленда, я очень злюсь. Я не говорю о грехе. Я злюсь. Почему? Потому что если вы нападаете на него, вы нападаете на меня. Я помню, однажды Глория сказала мне, ещё в начале, когда я начинал проповедовать. Наши партнёры полюбят тебя, но помни, вероятно, что и наши враги тебя возненавидят. Да, ты увеличиваешь количество своих врагов. И что происходит? Мы стоим вместе, как одно целое. Понимаешь? Люди ходят в церковь с неправильным мотивом. Да. Они приходят в церковь, чтобы получить что-то. Я понимаю, о чём ты говоришь. Что? Что в этом неправильного? Вы ничего не даёте туда. Да. И я не говорю о деньгах. Если вы не молитесь об этом пастыре, если вы не поддерживаете его или её, если вы не поддерживаете его семью, если вы не готовы, не хотите и не можете помогать, когда у них рабочий день, слава богу, я откладываю свои дела. Конечно. Это моя церковь. Я пойду туда и посмотрю, что я могу сделать. Ну, мне нужно закончить до трёх часов, потому что трансляция матча начинается в 3.30. Лучше вам замолчать. Трансляция игры приходит-уходит, кому какая разница. Но вы здесь имеете дело с вечными душами людей. И вы солдат в армии Господа. И возможно, вы присоединяетесь, и вы работаете, делаете что-то, и вы учитесь чему-то. Но вдруг ваш пастор начинает проповедовать то, что возгревает вас. И возможно, вы идёте туда и начинаете делать это. Да. И Господь скажет, дорогой, я никогда не говорил тебе присоединиться к этой церкви. Вот что я хочу, чтобы ты сделал. Иди. Верно. Поговори со своим пастором. И скажи ему, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. потому что я очень люблю вас, но совсем недавно я молился, молитвы ходатайства, и я молюсь за вас больше. И я узнал, что я должен быть в другом месте, в другой церкви. Я нуждаюсь в том, чтобы вы помолились вместе со мной и помогли мне в этом вопросе. И пасторы, не позволяйте проявляться собственническому инстинкту у себя. Ты не должен быть там. Тебе нужно приносить свою десятину сюда, в мою церковь. Замолчите, я серьёзно. Вы просто не ведёте себя, как Иисус. И послушайте, это не ваша церковь. Это церковь Иисуса Христа. Это не его десятина, это Божья десятина. Верно. Эта десятина принадлежит Иисусу. Это его деньги. Да. Аминь. Становится хорошо. Наше время подошло к концу, и действительно, послушайте, вы берёте эти вещи. О, я знал, что не должен. Нет, 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 нет. Это не то, что я сказал вам делать. Аминь. Я услышал это от Духа Божьего совсем недавно. Это не то, что Господь говорит вам делать. Вы должны начать молиться за своего пастора именно там, где вы находитесь. И не имеет значения, если вам не нравится ни одно его слово. Возможно, что вы неправы, а не он. Начинайте молиться за него. Начинайте ходатайствовать за всю церковь. И в большинстве случаев это будете вы. И это изменит вас. Если вы проводили в молитве за них столько же времени, как и критикуя их, всё бы решилось. Изменит вас и любого человека. Изменит вас. Мы вернёмся через минуту. Это передача «Победоносный голос верующего». Я, Коннет Копланд, а это Джесси Дюплентис. И мы сегодня хорошо проведём время. Отец, мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе, Господь. И мы благословляем Тебя. Да, Господь. Во имя Господа Иисуса. Благословляя народы. Да. Благословляя людей. Особенно тех, кто из дома веры. Да, Господь Иисус. И мы благодарим Тебя. И мы прославляем Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Хочу напомнить вам, чтобы вы могли скачать для себя тезисы, которые на нашем сайте в интернете kcm.org.ua И, кстати, там вы найдёте все тезисы этого цикла передач и все места описания. Вы можете возвращаться к ним и использовать их для обучения. Пасторы, вы можете использовать их как основу для проповеди или изменять их, работать над ними. Это для вас. Мы будем считать честью, если вы сможете использовать их любым образом, чтобы учить свою семью, преподавать в воскресной школе или просто применять это в своей жизни. Именно для этого они и предназначены. Слава Богу! Это для вас. Джесси, слава Богу! Аллилуйя! Спасибо тебе. Перед нами хорошая передача. Приступай, брат, веди нас. Хорошо. Да. Если у вас есть рядом Библия, откройте вместе с нами книгу Амоса. Она сразу после книги Даниила, Иоси и Иоиля Амоса. Страница 1095. Библии брата Куполда. Моей Библии. Но прежде чем я прочитаю это местописание из книги Амоса, 6 глава, брат Куполд, я хочу рассказать, как возвращался на самолёте домой с одного служения. Это было славное служение. Проповедовали мы с Крефлодолларом. И это было славное собрание. За неимением лучшего слова я был духовно на высоте. Люди спасались, чувствовали Божьи прикосновения, благословения. Потом я сел в самолёт, который Бог так милостиво дал нам. И мы летели домой. И по дороге домой Господь очень чётко сказал мне, «Джесси, тебе нравится твой самолёт?» И знаешь, я подумал, «Странное утверждение». Я сказал, «Конечно, Господь». Он переспросил, «По-настоящему нравится?» Я подумал, «Ну да, Господь». Далее он продолжил, «И всё?» И какую-то минуту я не знал, как ответить на это. Я спросил, «А что?» И он спросил, «Ты позволишь своей вере застояться?» Когда он произнёс это, меня это шокировало. И я сказал, «Погоди-ка». Я отстегнул ремень и встал. Мои пилоты посмотрели на меня и сказали, «Вам что-то нужно, брат?» Я ответил, «Нет-нет, я сейчас разговариваю с Богом». Я сказал, «Господь, я не думаю, что я позволял своей вере застаиваться». И он сказал, «Итак, это всё, что я только мог сделать». Я спросил, «Ты пытаешься донести до меня что-то?» Он ответил, «Обратись к книге Амоса». Итак, если вы уже нашли книгу Амоса, я хочу сейчас прочитать это местописание. Можно я привык тебя на секунду? Да. Ты бы не смог сделать это на рейсовом совпаде. Нет, никоим образом. Кстати сказать, «Что ты сказал Господь?» Не мог. Хорошо, нет, да. И мужчина, сидящий рядом, спросил бы, «Что это он такое выделывает?» Это просто невозможно. Да, это невозможно. Нет-нет-нет, послушайте, это очень важно. А те из вас, кто еще новичок в этом? Во-первых, Джесси, я и другие, Кейт Мур, Крефтла Доллар. Все мы. Этот мир находится в таком беспорядочном состоянии, что мы не можем обойтись без самолетов служений. Они нам нужны. Учитывая тот беспорядок, который творится сегодня в авиалиниях, мне бы пришлось остановить то, что мы делаем. По моим самым скромным оценкам, по крайней мере на 75-80, возможно, даже 90 процентов, потому что для меня было бы невозможно добраться отсюда туда. Это невозможно? Это очень хороший пример. Господь просто побудил меня сказать это. Вот почему мы используем самолеты в служении. Мы можем разговаривать там с Богом. Свободно. Слава Богу. Когда я работал пилотом Уорла Робертса, брат Дьюис, мой босс, по самолету, сказал, «Кеннет, это святилище. Этот самолет защищает помазание, которое на братье Робертсе». И он сказал, «Поэтому держи язык за зубами, не разговаривая с братом Робертсом, пока он не обратится к тебе, потому что, когда он готовится к служению, он не разговаривает ни с кем, кроме Бога». Да. И Орл Робертс летал самолетами обычных, авиалинии. Но даже в те времена это тревожило его дух. Да. Люди подходили к нему, что-то спрашивали. Он уже стал достаточно известным. И они хотели, чтобы он помолился за них и все такое. Это вообще невозможно сегодня представить. В этом мире, полном наркотиков, вы хотите сесть на самолет и становитесь длинной очередь с кучей демонов. Да. Это чистое право. Право смертельно? Это плохо влияет на вас. Это действительно так. Как бы там ни было, я хотел прояснить это, чтобы дьявол не смог лгать вам и сказать, «А, видишь, эти проповедники тратят все деньги, они как сытые коты». Нет, это не так. Мы занимаемся делом, послушайте. Я мог бы удовлетворить свою тягу к полетам при помощи одномоторного самолетика с открытой кабиной. Это не имеет ничего общего с тем, о чем я говорю. Но в служении мы занимаемся спасением душ. Вокруг нас умирающий мир, Джесси. Вокруг нас умирающая страна. И мы даже не можем попасть на эти авиалинии. Да, вы не можете. Можно я приведу вам пример, прежде чем прочитаю это местописание? Меня спросили, «Зачем вам самолет?» Это началось приблизительно несколько недель тому назад. Я был в Форт-Форте. Я проповедовал в пятницу вечером и в субботу. Я проповедовал в Форт-Форте в служении Джерри Савелла. В воскресенье утром я был в Бостоне, штат Массачусетс. В понедельник я был в Новом Орлеане. Во вторник я был в Чикаго. В среду я был в Рейли, Северная Каролина. И в четверг я был в Новом Орлеане. В пятницу я был в Сан-Антонио, штат Техас. В субботу я был в Новом Орлеане. В воскресенье я был в другом городе. И недалеко от меня живет капитан, который работает на авиалиниях Дельта. Я показал ему свой график и спросил, можешь летать по такому графику? И он ответил, нет, и даже не хотел бы. А когда ты спишь? На самолете. Мы собираемся лететь на самолете, и это единственный способ, чтобы все успеть. И когда Бог говорит мне, Он сказал, это все, что я бы смог сделать. И я подумал, ну да, ты дал мне прекрасный самолет. И когда он спросил, ты собираешься дать своей вере застояться? Это обратило мое внимание. Когда Бог говорит вам, что ваша вера застаивается, вам лучше прислушаться. И я подумал, он застаивается? Да. Это нельзя оставлять таким образом. Ты должен сделать так или ты сделаешь вот так. И он сказал, ты сейчас на автопилоте, ты включил круиз-контроль, ты движешься, но не своей силой. Да, да, да. Понимаешь? Я понимаю. Он сказал, ты движешься вперед, но не своей силой. Понимаешь? Ты просто делаешь вот так. Теперь давайте посмотрим на это местописание. И мне нужно остановиться на первом же слове. Книга Амоса, 6 глава, 1 стих. И это обычный перевод. Здесь сказано, «Горе». И разрешите ненадолго остановиться на этом. Господь говорит, «Горе», когда лошадь слышит восклицание, она осаждается назад, не так ли? Бог говорит это Израилю, и это касается и нас сегодня. Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую. Сейчас я прочитаю вам перевод месседж. Горе вам, думающим, что вы живете на удобной улице Сиона, думающим, что гора Самарийская — это хорошая жизнь. Вы предполагаете, что вы на вершине горы, в самом лучшем месте, где только можно жить. Что ж, проснитесь и осмотритесь вокруг. Сойдите со своего пьедестала. Что здесь произошло? И мы будем рассматривать это на протяжении двух недель. В том, что вы благословены, нет ничего плохого. Мы учим об этом. Но что произошло? Церковный мир, христианство. Христианство включило круиз-контроль, автопилот. Вы движетесь вперёд, но больше не своей силы. И Бог говорит, нашу силу необходимо восстанавливать каждый день, чтобы делать ещё что-то. Церковный мир сегодня состоит из воскресных служений, и я не критикую их. Я говорю правду. У вас 45 минут прославления, и это хорошо, нам нравится хорошее прославление. Дальше идёт 15 минут, не знаю, чем там занимается церковь, объявление или что-либо ещё. А потом у вас 15 или 18 минут слова, и всё. И люди задаются вопросом, почему сатана может положить их на лопатки и приходить к ним в любое время? Удивляются, почему законы нашей страны можно полностью изменить, потому что никто не принимает Слово Божьего, так как это происходило, когда наши отцы основали Соединённые Штаты, потому что церковь ничего не сказала. Наши отцы создали Конституцию и всё, что мы знаем. И если посмотреть на любой созданный ими документ, он был основан на Слове Божьем. И задумайтесь об этом. Что произошло? Мы включили автопилот, и я называю его врагом преумножения. Но преумножение — это не только финансы. Это лишь одна грань. Я говорю о духовном преумножении. В наше время очень много людей выбежали бы из церкви, если бы в ней произошло что-то духовное. Они бы напугались, потому что не видели этого раньше. Они ничего не знают о Духе Божьем. В любом виде. Когда вы говорите им о молитве в Духе Святом, они спрашивают, «Святой, что?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты имеешь в виду чувства?» Нет, мы не говорим здесь о чувствах. Мы говорим о том, кто вы. «Вы» — это Дух. Оболочкой для которого является душа. И он одет в тело. И Бог ожидает, что мы будем что-то делать. Брат Копланд, вот почему Бог побуждает тебя и миссию Кеннета Копланда возвращаться к основам. Потому что основы что-то вырабатывают. Основа не разрешает тебе переключаться на круиз-контроль. У тебя может быть функция автопилота, но позвольте мне сказать кое-что. Автопилот может управлять самолётом, пока не закончится топливо. Понимаете, когда вы на круиз-контроле, у вас недостаточно силы, чтобы получить топливо. И вы истощаете всё своей жизни. Вы истощаете свою веру. Вы просто сидите, откинувшись назад, и ничего не делаете. И неожиданно... И мы говорим здесь о рождённых свыше людей. Да, да. И я не говорю о грешниках. Я ещё не говорю о мире. Когда вы видите это, неожиданно, когда что-то приходит, что-то сваливается на вас, вы обращаетесь к резервным запасам, а их нет. Потому что самолёт... Духовно говоря, вы делаете вот так. Сначала вы начинаете делать так, как мы говорили вчера. Вы начинаете делать вот так. Но на самом деле, мне понравилось, что ты сказал. Вы делаете вот так, вы идите вниз, вы начинаете снижать высоту. И вот к чему это приводит. Понимаете, сложно добиться жизни веры. Её сложно добиться, потому что это — сражение веры. И его сложно удержать. Понимаете, если мы не возрастаем каждый день, тогда мы скатываемся назад. И мне очень нравится Божья броня, потому что она прикрывает только переднюю часть тела. Сзади, на спине ничего нет, потому что вам нельзя развернуться спиной и вернуться назад. Вам нужно идти вперёд. Но вы не можете идти вперёд на круиз-контроле. Вы ограничены определённой скоростью. Вот и всё. И с включенным круиз-контролем вы можете быстрее попасть в катастрофу, чем тогда, когда ваша нога на педали акселератора. Понимаете, что происходит в церковном мире? Я вижу это сегодня. Они все на круиз-контроле. Много служителей говорят, «Знаете, недавно у меня были финансовые проблемы». Я сказал, «Знаете почему?» «Почему?» «Потому что вы на автопилоте. Вы истощили всё, что Бог вложил в ваши сокровищницы. Вы не используете никакую силу. Вы не пополняете никакую силу». И когда я говорю что-то, они отвечают, «О, это сумасшедшее учение веры». Благодаря этому сумасшедшему учению веры вы приняли спасение. Благодаря этому сумасшедшему учению веры вы приняли исцеление. Благодаря этому сумасшедшему учению веры вы построили свою церковь. Это сумасшедшее учение веры Это не сумасшедшая вера. А что это? Это нитка ткани на Божьей одежде. Я почти слышу, как Чарльз Кэпс говорил это почти 40 лет тому назад. Он сказал, «Вера, это нитка ткани на Божьей одежде. Эта рубашка сшита благодаря ниткам. Если их использует швея, которая знает, что она делает, тогда эта ткань станет одеждой, и вы сможете одеться в неё. Она даст вам тепло, она будет хранить вас. Но знаете что? Если вы начинаете выдёргивать нитки, тогда там появятся дыры. Понимаете, о чём я говорю? Неожиданно у вас появилась дыра, и это уже тряпка. Износится, да? Да, да, да. Да, никак. И неожиданно вы терпите крах, понимаете? Вот что сказал мне Господь, и Он сказал, «Твоя вера застоялась». Кеннет, на этом самолёте? И, конечно же, я не смог бы это сделать на самолёте гражданских авиалиний. Я поднял свои руки и, говоря вслух, как сейчас, я сказал, «Боже, прости меня. Спасибо, что Ты показал мне это». Но мне пришлось услышать это слово «горе», потому что оно обратило моё внимание. И Он сказал, «Что мы будем с этим делать?» И я вспомнил тебя. Я вытащил свою Библию из портфеля. Нет, Библия была у меня в руках. Я сказал, что не буду цитировать стих, который я выучил на память. Я собираюсь хранить его перед моими глазами, как сказано в книге притчей. Я сказал, «Господь, вот что мы собираемся сделать». И Он сказал, «Это следующий шаг». О чём ты говоришь? Понимаете, Бог будет спрашивать вас, о чём вы верите. У некоторых из вас были преграды в получении своего исцеления, потому что вы просто выпаливали. Иисус сказал Его ранами, вы были исцелены. И это правда, это хорошо. И я не критикую это. Но нужно делать что-то большее. Вам нужно ухватиться за это, вложить в себя и сказать, «Минутку, это слово сильнее, чем то, что я вижу и что я чувствую». Это не значит, что мы отрицаем то, что мы видим или то, что мы чувствуем. Мы не должны жить этим. А вот эта книга помогает сохранять бензобак полным. И Бог будет действовать. Ты заметил, как служение течёт и угасает. Если ты течёшь в Духе Святом, я видел, как Бог побуждал тебя и начинает течь дар пророчества. Потом неожиданно ты обращаешься к Слову Знания. Что происходит? Он управляет этим. Но если бы ты просто стоял там, поскольку ты известен как Пророк Божий, не так ли? Большинство людей сказало бы, «Ну, если он Пророк, то единственное, чем он должен владеть в дарах Духа, — это дар пророчества». Нет-нет. Что делает Бог? Поскольку ты не включил круиз-контроль, Бог может направлять тебя к Слову Знания, Слову Мудрости, Чудотворения, Дару Веры. Он может делать всё это, когда ты течёшь в этих помазаниях. И что я нахожу? Я могу сказать это, потому что я проповедую в церквях по всему миру. Люди умирают от голода там, где накрыт щедрый стол Слова Божьего. Однако они не добираются до Него. Они должны сидеть на диете в отношении своих физических тел, но они сидят на диете в своём духовном теле. И что происходит? Когда сатана приходит, они говорят, «Ну, знаете, кесара-сара». Что это значит? Недавно Кетти проповедовала об этом. Это значит, «Будет, что будет». Она спросила, «Ты знаешь эту песню, Джесси?» «Да». Она спросила, «Повтори это ещё раз». Я сказала, «Кесара-сара, что будет, то будет». Она сказала, «Это неправда. Вы изменяете всё, что делаете в жизни при помощи своей веры. Но если вы не понимаете основы этой веры, если вы не понимаете, как всё начинается, вы ничего не сможете изменить. Вот что происходит, потому что я вижу это. Пробуждение приходит. Я хочу сказать кое-что, и, пожалуйста, не судите это. Давайте сначала доведём до конца эти две недели, тогда сможете судить это. Почему мы нуждаемся в пробуждении? Почему мы это делаем? Почему нам нужно возгревать себя? Как-то один мужчина спросил меня, он сказал, «Вы так наполнены радостью?» Я ответил ему, «Я живу в постоянном подъёме веры. Поскольку Бог сказал мне это, я больше никогда, никогда не хочу, брат Коппунт, чтобы Бог сказал мне, «Твоя вера застоялась, и я не допущу этого». Расскажи об этом вдохновении веры. Хорошо. Потому что есть люди, которые думают, что мы всё время находимся в этом восхищённом состоянии. В Индии ничего плохого не происходит. Это глупость. Полная. Потому что, когда вы начинаете жить верой, вам приходится сражаться с добрым сражением веры. Позвольте сказать вам кое-что. Подвязаться с добрым подвигом веры. Люди считают, что у меня нет никаких проблем. 14 глава, Евангелие от Иоанна. Давайте обратимся к ней. Хочу показать вам кое-что. Это очень просто. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Одна из моих любимых глав во всей мире. Боже мой. И знаешь, мне кажется, в этой 14 главе находятся только три стиха, где говорит не Иисус. В пятом стихе говорит не Иисус, и в восьмом стихе говорит не Иисус, и в двадцать втором стихе говорит не Иисус. Но посмотри, что он говорит в первом стихе 14 главы Евангелия от Иоанна. «Да не смущается сердце ваше». Я ненадолго остановлюсь здесь. У меня было больше вызовов, чем вы можете себе представить. Поскольку чего люди не понимают, на это они нападают. Люди говорят, «Вы, кажется, всегда наполнены радостью». Что, у вас нет никаких проблем? Есть. Но я не позволю им смущать и тревожить меня. В этом вся разница. Он сказал только, что это вы должны сделать что-то. Да. Вот здесь. «О, Боже, не позволь, чтобы мое сердце тревожилось». Это не то, что он сказал. Да, он не говорил такого. «Я могу начать. Господь, ты сказал, чтобы я не позволял своему сердцу тревожиться. Ты бы мог научить меня этому. Ты бы мог показать мне, как это делать. Но я не могу молиться, «Боже, ты сделаешь это вместо меня». Я не могу так сделать. Да. Он сказал, чтобы я не позволял своему сердцу тревожиться. Поэтому я не тревожусь. Я живу в штате Луизиана. И знаете, если вас часто показывают по телевидению, вы живёте в стеклянном доме. И это нормально. Я не против, чтобы люди видели меня. Их не интересует, сколько людей я кормлю, сколько у меня детей. Их это совершенно не интересует. Их интересуют две вещи. Во-первых, сколько денег я зарабатываю. И второе, почему у вас самолёт. Или третье, насколько большой у вас дом. Я могу показать им то, что я совершил, но их больше интересуют другие вещи. Но что они не понимают? Когда ты не позволяешь своему сердцу тревожиться, у тебя есть время мечтать. Слава Богу! Ты начинаешь мечтать, и ты получаешь Божьи мечты. Однажды он сказал мне кое-что. Это меня потрясло. Он сказал, «Джесси, сделай меня богатым». И я подумал своим естественным разумом. Я попытался разобрать это утверждение в своём интеллекте. Я сказал, «Знаешь, Господь, мне кажется, у тебя довольно неплохо идут дела. У тебя ворота из жемчужин, бриллианты, берила, яспис, ионикс, юрбин». И он продолжил, «Джесси, я говорю не об этом. Моё богатство составляют не бриллианты, берил, яспис, жемчужины, ворота. Всё то, что, по твоему мнению, представляют преуспевания. Моё богатство составляют души, которыми я владею». Да. Он сказал, «Сделай меня богатым». И сколько раз ты вызывал меня на конференции верующих и говорил, «Забрось сети». Да, потому что на тебя сходит это помазание. Знаешь, когда ты сказал мне это впервые, я не озвучил тебе свои мысли. Но я подумал, «Разве он не знает, где я находился?» Это конференция верующих. И тут не будет много неверующих, не спасённых душ. И мне кажется, что во время первого призыва к покаянию, когда я проповедовал впервые, пришло 500, почти 600 человек. И я подумал, «Они что, они знают, что это конференция верующих?» Вы будете удивлены, увидев, сколько людей приходят в церковь. И не имеет значения, как называется конференция. Когда вы забрасываете сети, будет улов. Будет рыба, которую вы поймаете. И для меня это преуспевание в самой высшей форме. Все остальные вещи, часы или что-нибудь другое. Хотя это хорошо, поймите меня правильно, это не главное. Я понимаю, что говорит Бог. Никогда не застаивайтесь, потому что круиз-контроль — это враг приумножения. Духовно, физически и финансово. Если в церкви сегодня вы даёте то же самое количество денег, что и 20 лет назад, вы застоялись. Это стало уже привычкой. И не злитесь на меня, вы застоялись. Это стало привычкой, это стало обязательством. Это не стало даром, это не стало семенем. И никогда не было. Это просто «Ну, мы так делаем». И приводит ли это какие-либо души в Царство Божье? Да. В этом всё. Это серьёзное дело, учитывая то, что ты сказал. Мне это очень нравится, Джесси. Знаешь, вот это Божье богатство души. Это Божье богатство души, люди. Да, и это только единственная часть. И опять же, поймите меня правильно, потому что я собираюсь сказать вам кое-что. Это единственная часть того, над чем он не имеет никакого контроля. Вы слышите меня? Да. Что? Да, у него нет над этим никакого контроля. Бог сам по себе не проповедует Евангелие. Даже ангелам не разрешено проповедовать. Отличное утверждение. Пока церковь не будет вахсищена с земли. Да. Евангелие проповедуют люди. Помнишь, Дух Святой сказал Петру, «Иди в дом Корнилия». А почему сам ангел не пошёл туда? Ведь ангел уже был там. Да. И он сказал, «Позови этого человека, который придёт рассказать тебе о пути жизни и спасения». Понимаете? Видите, Бог направляет. Да. Но люди не всегда послушны Богу. Понимаете? Да. Ведь нас научили страдать. Но нас не научили послушаться. Бог говорит, послушание лучше, чем жертва. И церковь кое-что знает о жертве. Позвольте Иисус убить вас, и позвольте дьявол убить вас. Мы не научились быть послушными. И это очень простое слово. Просто будьте послушны, как ребёнок. Дети никогда не усложняют веру. Просто не усложняют. У них полная вера в вас. Если вы говорите им что-то сделать, хорошо. Хочу открыть вам одну черту веры. Когда вы видите детей, вы не видите возраст. Однажды я услышал, как ты сказал, «Будьте своими собственными детьми». Это сказал брат Коппант. У него есть дети, внуки, зять, невестка. Они все приезжают в его дом. Однажды я был там в такое время, и ты сказал, «Дети, идите сюда». Джорджу сколько? Почти 60 лет. Но в твоём мышлении это твой ребёнок. И вы для Бога не взрослые. Вы Божье дитя. И никогда не будете. Неважно, сколько вам лет. Да, но я духовно взрослый человек. В Божьих глазах нет. Да, да, да. В Божьих глазах нет. Вы Божье дитя. Когда моя дочь приходит к нам, у неё есть дочь, моя внучка. Но я вижу мою дочь как моё дитя. Хотя она взрослая женщина. Поймите меня правильно. Я хочу сказать вам кое-что. Я никогда не хотел, чтобы она становилась взрослой. Но что Бог сказал мне в этом самолёте о круиз-контроле, о враге преумножения? Он остановит ваш рост. Он выключит вас духовно, физически и финансово и разрушит всё хорошее, что вы совершили в прошлом. Люди не будут этого помнить, потому что прошлое никогда не видит будущего. Понимаете? И Господь сказал мне, «Знаешь, почему я не хочу, чтобы ты думал о прошлом? Оно слишком тяжёлое, чтобы его приносить в будущее. Оно заставляет тебя думать о том, что произошло, вместо того, чтобы думать о том, что произойдёт. Я хочу сказать то, что... Вера называет несуществующей как существующей. Да. Она всегда пребывает в настоящем. Она всегда впереди вас. И завтра мы начнём говорить об этом подъёме веры. Это не просто какое-то восхищение. Сложно описывать эти вещи на родном языке. И некоторых из вас это потрясает. Если бы некоторые из вас могли бы истолковать сейчас Духа Святого, я бы мог изложить все эти две недели одним предложением. Да, но внутри ты больше, чем снаружи. Да. И наше время подошло к концу. Наше время стекло. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Давайте кратко помолимся и сразу же начнём сегодняшний библейский урок. Отец, мы так благословлены. И мы благодарим Тебя всем нашим сердцем за Твое драгоценное слово. Мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас, Господь. Ты возлюбил нас. Ты любил нас всё это время. Ты так возлюбил мир, что отдал Иисуса. И мы благодарим Тебя. Мы принимаем эту любовь сегодня. Мы верим в эту любовь сегодня. И мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь наши глаза, открываешь наше разумение, чтобы мы могли ходить верой. Вера действует любовью. И мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Давайте вместе поприветствуем Джесси Дюплентиса. Спасибо тебе. Джесси. Для меня честь быть здесь. Ты самый занятой человек, которого я только знаю в своей жизни. Да. Ты, а также Джерри Савейл. Я хочу сказать тебе, какая это честь для меня, какая это честь для нашего служения, принимать участие в твоей жизни и служении. Спасибо тебе. Знай, что это большая честь для нас. Это честь для меня. И благословение принимать тебя. Я восхищен тем, что Бог делает через твое служение. Вы знаете, мы часто проповедуем вместе, особенно на конференциях верующих, на конференциях для служителей. И я нахожу, что ты становишься все быстрее и быстрее. Ты получаешь все больше и больше энергии. Слава Богу. И это значит, что мы с Джерри также должны иметь больше энергии. А имя этому благодать, мой брат. Аллилуйя. Какое благословение. Благодать Божия, которая со мной. Да. Это истина в духовной сфере, это истина в сфере мышления и физической сфере. Аминь. Господь за последние несколько месяцев провел со мной еще одну работу относительно того, что настало время сбросить лишний вес и начать со своего духа. Да. Вы никогда не можете сделать многое для своего тела, пока вы не сделаете что-то со своим духом. Мир будет говорить вам, как сбросить вес в физическом плане и все такое. Но посмотрите, смогут ли они сказать вам, как удержать этот вес. Да, и это самое сложное. Потому что вам придется делать что-то. Вам придется делать что-то с... Видите? Вот в чем разница. Хорошо. Есть люди, которые желают быть здоровыми. Есть те, которые просто устали болеть. И если вы жаждете быть здоровыми, молю, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Преуспевающая душа. Этот термин связан со здоровьем точно так же, как и преуспевание. Видите ли, люди считают, что преуспевание относится только к динькам. Это все, о чем они думают. Джесси, деньги — это лишь один кусок пирога. Да. И без них вы несовершенны. Но вам нужно научиться, как преуспевать. Преуспевать означает превосходить во всем желаемом. Да. Вы можете превосходить в неправильных вещах. Но не в духе, не в душе, не в теле, не финансово и социально. А крест Иисуса Христа и его воскресение из мертвых покрывает каждый спектр существования человека. Итак, есть желающие быть здоровыми. Но вам придется преуспевать в своей душе. И вам придется преуспевать в своем духе. Верно. Для того, чтобы преуспевать в своей душе. Да. А те из вас, кто просто устал болеть, послушайте, вы не получите многого. Вы пытаетесь найти кого-то, кто бы помолился за вас. Возможно, вы немного стоите на Слове Божьем и все такое. И вы будете придерживаться диеты несколько недель. Да. И еще больше устанете. И потом вы обратитесь обратно к тому, что вы делали раньше. Да. И это не сработает. Человек, у которого есть желание быть здоровым. Именно это и вызвало проблему. У него есть цель в этом желании. Послушайте, я являюсь солдатом в армии Господа. Мне нужно сбросить все, что отягощает меня. Аминь. Мне нужно сбросить этот дух греха, который так легко запинает нас. Аминь. Мне нужно очистить свой разум от всех этих светских вещей. Да. Мне нужно привести это тело в форму. Послушайте, мне нужно сделать это. Аминь. И что происходит? Вам нужно внедрить в жизнь изменения. Да. Вам нужно изменить то, что вы делаете. Когда вы принимаете спасение, вы изменяете то, что вы делаете. Когда вы принимаете исцеление, вы изменяетесь. После этого вы вернетесь к тому, каким вы были. На этом построен весь духовный закон. Точно к тому же. Вот почему диеты не приносят результат. Скажу тебе еще кое-что, Джесси. Ты не сильно можешь изменить это без слова Божьего. Потому что твоя плоть требует от тебя слишком многого. Вы можете прийти кое к чему. Но вам придется сделать это с Божьей помощью и благодатью. Потому что это невозможно сделать своими собственными силами. Ваша плоть вам не позволит этого. Но вам придется прийти к тому, где вы благословляете имя всемогущего Господа Бога. Помоги мне, Господь. Помоги мне. И вы утыкаетесь лицом в пол, приходя к Богу. Слава Богу. Говорите, помоги мне в этом. Я больше не хочу быть человеком с плотским мышлением. Я больше не хочу ничего подобного. Я хочу быть всем, что ты имеешь. Аллилуйя. Для меня. Тебе нужно, чтобы я был сильным, чтобы я был здоровым, чтобы я преуспевал, потому что я твой солдат в твоей армии, Господь. Я иду туда, куда ты мне приказываешь. Я буду тем, кем ты мне приказываешь быть. И я не собираюсь тащить на себе этих лишних 10 или 15 килограмм. Я не позволю себе. Мне уже более 80 лет. Но какая разница? Слово Божие говорит, что дни человека. 120 лет. Это такое же Слово Божие, как и его ранами вы были исцелены. И Господь обращает меня к этому в последнее время. Хвала Господу. Понимаете? Разве вы не живёте своим духом? Когда вы живёте своим духом, ваше тело будет руководствоваться этим. И тело принимает только приказания. Оно не знает, что делать. Оно делает то, что ему приказывают. Если вы живёте своим духом через распятый, или через обновлённый разум, или через обновлённую душу, тогда не имеет значения, сколько вам лет. Нет, нет. Когда кто-то думал, как Моисей мог взобраться на гору в возрасте 120 лет, без всяких очков. Я не против, чтобы вы носили очки. Дело не в критике. Смотрите в коре. Да, да. То же самое касается денег. Хочу сказать вам кое-что о деньгах. Единственная причина, почему они важны, это потому что мы живём в экономическом мире. Когда мы попадаем на небо, там денег нет. Почему? Потому что это мир, не экономики. Понимаете, где Бог присутствует физически, там не могут быть деньги. Потому что они слишком поверхностны. Они слишком незначительны. То же самое касается, когда вы говорите, что вы стареете. Но фактически старее, вы становитесь моложе. Внутренний человек обновляется. Да, со дня на день. Со дня на день. И в 102-м псалме сказано то же самое. И об этом же говорил пророк Исаия. Даже юноши ослабевают, но надеющиеся на Господа потекут и не устанут. Пойдут и не утомятся. Это обновляет вашу юность, как у орла. Да, это правда. Я вижу, что это происходит с тобой. Ваша юность обновляется, как у орла. Да. Но, Джесси, необходимо сделать это частью своего исповедания. Верно. Поскольку ваше тело хочет умирать. Оно пытается умирать все время. Но Слово Божье может заряжать его, пока вы не совершите своей помощи. Верно. Верно. Я услышал, как ты сказал кое-что, и это очень послужило мне. Мне кажется, ты сказал, я умру молодым в старом возрасте. Старом возрасте. В старом возрасте. Точно так же поступил Моисей. Он был молодым в старом возрасте. Нам нужно найти это место. Давай обратимся к книге бытия. Потому что мы обращаемся сейчас к людям, которые думают, ну, я, мне уже 50 лет. Я не могу остановиться и делать то, к чему Бог призвал меня. Да. А остановите это мышление. Остановите его сейчас же. Не имеет значения, если вы в моем возрасте. Мне очень скоро будет 82. Мне исполнится 82 на то время, когда вы будете смотреть эту передачу. Это не имеет ничего общего. Для тебя это только цифра. Не имеет никакого значения, да? Вот и все. В шестой главе книги бытия, я хочу показать вам кое-что, особенно, если вы можете посмотреть это в новом живом переводе Библии. Бытие 6.3. Господь сказал, «Мой дух не будет вечно бороться с человеком, потому что он плоть, однако его дней будет 120». Да. Послушайте, вот как на самом деле звучит этот текст в переводе с древнееврейского. Пожалуйста, найдите это место в новом живом переводе. Это очень важно. Да. Хорошо. Верно. Он сказал, «Я не смирюсь с тем, что они будут жить так долго, потому что человек всего лишь плоть». Верно. Но послушайте, мы родились суши. Это огромная разница. Мы уже не просто плоть, понимаете? Мы стали... Послушайте, мы стали... Мы духи. Да. Наш духовный человек ожил для Бога. Верно. Мы уже не просто люди. Да. Именно об этом сказано в расширенном переводе о хождении по плоти. Спасибо, Тим. Мой дух не будет мириться с людьми так долго, потому что они — только смертная плоть. В будущем их нормальная... Вы слышите? Нормальная. Да. В будущем их нормальная длительность жизни будет не более 120 лет. Это благословение Господне. Нормальное. Нормальное? Это нормально. Нормально, Джесси. Именно так сказал Бог. Да. А мы взяли проклятие, которое пришло позже, в пустыне, где был народ израильский. Верно. Где Бог сократил их жизнь до 70-80 лет. И почему это произошло? Они застоялись. Они сказали, останемся в пустыне. Верно. Да. Мы собирались умереть в пустыне, и мы умрем в пустыне. Бог сказал, хорошо. Вы получаете то, что вы говорите. Умрите в пустыне. А вот мы тысячели спустя. И мы совершаем ту же глупость. Точно. Послушайте, это глупо во свете Слова Божьего. Знаете, я узнал кое-что. Послушайте меня. У дьявола нет новых штучек. То, что он сделал с Израилем тысячу лет тому назад, тоже он делает и сегодня. Он делает это сегодня. Они остались в пустыне, потому что они отвели свой взгляд от обетованной земли. Понимаете? Как только вы отводите свой взгляд с обетования, тогда обетование превращается в компромисс. И в английском языке разница между этими двумя словами это только три буквы. К-О-М. Обетование на английском — это промисс. Но если добавить три буквы, К-О-М, оно становится компромиссом. Они пошли на компромисс. И смотрите дальше. Двенадцать соглядатаев пошли разведывать землю. И мы знаем, что десять из них вернулись с плохой вестью из-за того, что они увидели. Но вам нужно помнить, что другие тоже видели это. Но они вернулись и сказали, «Мы можем взять эту землю», потому что они отказались сдаваться. Они отказались говорить просто, «Ну, надеюсь, мы сможем туда добраться». Надежда — это хорошо, но она не победит исполина, понимаете? Да, и уверенность невидима. И ты говоришь о нашем духе. Что побуждает тебя в твоём возрасте иметь больше энергии? Конечно же, ты делаешь всё, что должен делать в естественной сфере. Это здравый смысл. Да, необходимо заботиться о своём теле. Но дело в том, чтобы продолжать питать свой дух. И что происходит? Это духовные вещи. Вы питаете свой дух. Когда они опускаются глубоко, они проникают в тело и становятся питательными веществами. Они в самом деле начинают изменять клетки вашего тела. Ваше тело начинает физически изменяться. И оно принимает эту силу. Ну, знаете, мы на круиз-контроле. Я надеюсь, что доживут до 80 или, может, даже до 85. Но твои глаза устремлены на 120. Да. Обращайтесь к этому писанию. И когда тело говорит, «Ты думаешь, что я смогу прожить так долго?» Вы продолжаете питать его этим писанием, и неожиданно оно говорит, «Я буду жить так долго». Давай проясним это. Ты продолжаешь читать это, и ты только что описал этот процесс. Сейчас вы начинаете получать библейскую надежду. На самом деле? Знаете что? Это точно такое же Слово Божие, как и то, что Его ранами вы были истинны. Возможно, я смогу это сделать. Надеюсь, я могу это сделать. Я бы хотел быть в состоянии совершить свое поприще. Ну, надеюсь, я смогу это сделать. Прежде чем иметь библейскую веру, вам нужно иметь библейскую надежду. Потому что надежда всегда в будущем. Это план. Ну, я верю, что однажды Он исцелит меня. Нет, вы только надеетесь на это. Но подождите минутку. Чем больше я размышляю над этим, Бог сказал Иисусу Навину, «размышляй над Моим Словом ночью и днем». Продолжайте. И когда вы начинаете размышлять над этим Словом, вы начинаете осознавать, что вы не можете оставаться там, где вы сейчас. Вы не можете оставаться в застое. «Мне нужно что-то делать, Боже мой!» Что происходит? Ваша способность видеть начинает возрастать. И вы начинаете размышлять над этим, и вы начинаете. И вот где вы заканчиваете. Вера. Вы начинаете с надежды, веры и любви. Эти люди говорили. Верно. В пустыне. Бог привел нас сюда, чтобы погубить нас. Но послушайте. Да. Нет. Он любил вас. Он вывел вас оттуда, чтобы ввести в обетованную землю. У них не было откровения о его любви. И что произошло? Они вышли на автопилоте. И знаете, что произошло с церковью? Помнишь, ты слышал это всю свою жизнь? Ну, теперь ты спасён. Держись изо всех сил, чтобы ты мог... Все время от времени греша, да. Ха-ха-ха. И неожиданно вы умолкаете. Да. Я всего лишь старый грешник, спасённый Бог. Сколько раз ты чувствовал исцеляющую силу Божью? Сначала она вышла из твоего духа. Конечно. Прошла через твою душу. И неожиданно твоё тело почувствовало исцеление. Это не как чудо, которое происходит мгновенно. Хотя это возможно. Но неожиданно ты начинаешь чувствовать себя лучше. За неимением лучшего слова, что происходит? Ты превращаешь духовную концепцию в физическую силу. И она действовала задолго, да, того, как ты почувствовал что-либо. Она была там и работала. Особенно если ты размышляешь над этими местами Писания об исцелении, разбираешь их, надежда начинает укрепляться, и вера начинает давать ей осуществление. И следующий шаг — ты начинаешь говорить, «Я верю, что я исцелён». И я видел, как мы с тобой. Я верю, что я исцелён. Это работает. И мы всегда должны пребывать в мире, но не расслабляться. Что я имею в виду? Да, это мир, который превышает всякое разумение. Но что происходит? Вы можете оставаться в таком состоянии, а потом снова перейти на круиз-контроль, и вы будете сами себе врагом. Неожиданно ваше тело начнёт возвращаться обратно к процессу старения. Что происходит с тобой, брат Копон? Это хорошо, это превосходно. Да. Ты изменяешься. Послушайте, мы не сумасшедшие. Мы знаем кое-что об этом в Слове Божьем. Мы не новички в нём. Вы изменяете физические клетки своего тела через духовные вещи, потому что вы отказываетесь включать круиз-контроль. Вы отказываетесь от него. И неожиданно тело скажет, «Наверное, это всё, на что мы способны». Точка. И единственное, что нам остаётся, — это тление, понимаете? И оно начинает разлагаться. Но что происходит, если вы продолжаете вкладывать в него жизненную силу Слова Божьего? Эта тление уступает, и тело говорит, «Наверное, он хочет, чтобы мы укреплялись. Он хочет, чтобы у нас была больше энергии». Тело принимает эти духовные вещи и изменяет их физические. И врачи видят, как это происходит. Помните, как Джон Лейк однажды положил свой палец на стёклышко микроскопа с образцом бубонной чумы? Насколько я помню, эти бактерии умерли. У Орла Робертса однажды был острый приступ аппендицита. И это произошло в последние годы его жизни. Его привезли в больницу. И пока у него брали анализы и проводили исследования, чтобы увидеть, что происходит, прежде чем начать операцию, и они делали ему УЗИ. И они увидели, что его аппендикс не разорвался, но был воспалён, раздулся. И когда он лежал там, на той кушетке, он сказал, «Отец, во имя Иисуса, ты сказал в 4 главе послание к филиппийцам, где апостол Павел писал верующим в Филиппах, что «Ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас». Орл вспомнил это местописание. И вот это греческое слово «принятием», «подаянием и принятием», греческое слово «принятие» обозначает также и чек. И Орл сказал, «В своей жизни я посеял много исцеления, и я посеял много финансовых семян, и у меня много-много семян в земле, и я уже устал от этих операций». До этого ему делали операцию на плечах. Орл сказал, «Я устал от этого, и сейчас я беру один из своих чеков для обналичивания». И врач, который проводил исследование, начал восклицать. «Смотрите, смотрите, смотрите», аппендикс начал исцеляться. Слово Богу. «Прямо в то время, как врач проводил исследование, он отказался переключаться в этом на круиз-контроле». «Я не могу видеть, как тот вернулся в норму». «И всё изменилось». «И, конечно же, это Орл Робертс, но вы не исцеляетесь только потому, что вы Орл Робертс». «Нет, вы исцеляетесь, потому что вы верите Богу и Его Слову, и неважно, кто вы». «Орл сказал, «Я устал от этого, я хочу обналичить один из своих чеков». «Верно, и это начало изменять физическую сферу». На одной из твоих передач, я не помню, с кем ты был, там было сказано, это гость сказал, что когда вы начинаете говорить на языках, тогда ваш разум останавливается, потому что говорит Дух Святой. Каролан Лив говорил об этом. Доктор Лив. Знаете почему? Вы назидаете себя в своей святейшей вере, и это переходит во что-то физическое. Молясь Духом Святым. И что-то происходит. Физические вещи. О, Господь Иисус, я мог бы оббежать вокруг стола. Физические процессы начинают происходить. Признайте свою неправоту. «О, я чувствую это». У некоторых из вас болезнь Альцгеймера или проблема с деменцией. Начинайте вслух произносить это Слово Божье, и оно буквально начнёт входить в ваш мозг, в ваше физическое тело. Дело не в разуме, дело в мозге. Да. Проблема в мозге. Он нуждается в исцелении. И Слово начнёт изменять это. И не важно, сколько вам лет. Ведь знаете что? Для болезни Альцгеймера и деменции всё равно, сколько вам лет. Молодые люди заболевают ими. Болезнью Альцгеймера люди заболевают и в 35, и в 40 лет. То есть дело не в том, что вам обязательно должно быть 70 лет или 80. Нет-нет. Но вы можете изменить всё при помощи этой силы, если не включите круиз-контроль. Что происходит? Вы можете хранить это тело. Я скажу вам, именно поэтому Моисей... Моисей не мог умереть. Богу пришлось сказать ему, «Послушай, тебе придётся прийти ко мне». Иоаннах так приблизился к этому, что он не умер. Именно к этому я веду. Наше время подошло к концу. Изменяющая, доминирующая сила Слова Божьего. Пророк Михей сказал, «Дева родит дитя в Ефлееме». Это произошло 715 лет спустя. Поймите, братья и сёстры, послушайте внимательно. Это слово оказывало доминирующее влияние на правительство. Оно оказывало доминирующее влияние на жизни людей, царей, армии. Оно доминировало над римским кесарем настолько, что он приказал собирать налоги очень необычным способом. Вам всем придётся идти в ваш родной город. Это слово господствовало над его мышлением. Это слово может господствовать в вашем мозге. Это слово может господствовать в ваших глазах. Это слово будет господствовать над вашими почками. Но вам придётся вложить его в себя, вкладывать его сюда, вкладывать сюда, чтобы оно сходило из ваших уст. Оно принесёт плод, и мы вернёмся. Здравствуйте, я Коннет Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня очень, очень особенный день. Любой день, если вы проведёте его, фокусируясь на вере, на том, как её применять, откуда она приходит, что она предназначена делать, и как её питать, у кого она есть, кто, согласно Библии, предназначен применять её. Когда вы сосредотачиваетесь на этом, в любой день он будет очень особенным. Понимаете? Произойдут две вещи. Вы получите Божье неразделимое внимание. Две вещи произойдут. Во-первых, сатана придёт, чтобы попытаться украсть Слово Божье у вас. Но вы можете противостать ему твёрдой верой. И когда вы это сделаете, он убежит. Вы прогоните его, и тогда всё начнёт происходить. Слава Богу, Джесси. Знаете, во время трёх искушений Иисус однозначно победил его. Библия говорит, что дьявол оставил Иисуса до времени. До поры. Для меня пора — это три месяца. И ему нужно было пойти и залезать раны. Иисус настолько отделал его, что тот не мог выдержать. Иисус почти что уничтожил его в этой пустыне. Три месяца. Вполне возможно, что служение Иисуса шло довольно-таки неплохо на протяжении этих трёх месяцев, пока дьявол собирался силами. Разречи все шишки на голову. Слава Богу. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Это особенный день. И мы прославляем Тебя за него. Это день излияния по всей земле. Да, Господь. Все эти беспорядки, в новостях, в сети убийства, во раствор, разрушения и тому подобное. Да. Но послушайте, где умножился грех, там стало преизобиловать благодать. Мы живём в преизобилующее время благодати. Отец, мы так благодарны Тебе за это. И мы благодарим Тебя за то, что Ты послал нам сегодня брата Джесси. Спасибо Тебе, Господь. Мы принимаем Твое помазание, Господь, в этой студии. Мы принимаем Твое помазание на телевидении, радио. Да, Господь. Во всех местах, где слышен наш голос. Мы благодарим Тебя за это. И имя Иисуса. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Да, Господь. Аминь. Аминь. Слава Богу. Это хорошо. Я уже возрастаю в Господе, пока мы сидим здесь и говорим об этих словах. Да, да. Уверяю тебя. И это доминирующая сила. Мы говорили об этом вчера. Если вы позволите Слову Божьему господствовать над вашей плотью, а именно для этого оно и предназначено, господствовать над вашей плотью. Да. Слово Божье распинает плоть. Оно приводит плоть под командование, и вы начинаете командовать плотью, вместо того, чтобы плоть приказывала вам, что вам кушать, что делать, и когда ложиться спать. А когда не делать этого, и все такое. Но, как ты уже сказал, Слово Божье начинает приносить изменения, и мы изменяемся внутри под действием внешних факторов. Петр называет дух человека сокровенным сердцем человека. Это настоящий человек. И мы не умираем. Умирает тело. Но тело будет воскрешено. Верно. Мы уходим. Да. Тело больше не может исполнять свои жизненные функции. Или вы совершили свое поприще. И я совершу свое поприще. Я исполню волю Божью. Дьявол не прогонит меня из моего тела. Я завершу волю Божью для моей жизни на этой земле. И когда я это сделаю, выйти из тела, значит, во дворицу у Господа. Но в том же самом месте сказано, ибо мы ходим верой, а не видением. Невидением. Да. Ты сказал то, что поразило меня, и я чувствую это в Духе Святом. Когда вы позволяете Слову Божьему господствовать над вами, и это сильное слово господствовать. Вам нужно поставить его на первое место в своей жизни. Да. Посмотрите. Вы можете растянуть свою жизнь настолько, я имею в виду физически. Бог сказал, жизнь и смерть во власти языка. Он не сказал во власти вашего возраста. Нет, нет, это не имеет ничего общего. Или во власти болезни. Да. Понимаете? Но эта сила должна доминировать над вами этим Словом Божьим. Второзаконие 30.19. Призывая небо и землю. Верно. Посвидетели пред вами. Смерть и жизнь предложил я. Благословение и проклятие. Поэтому ты избери жизнь. Жизнь. Дальше в 20 стихе он продолжает. Да. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, дабы ты прилеплялся к Богу, прилеплялся к Нему, ибо Он твоя жизнь. Да. И долгота твоих дней. Да. Ну да, но, брат Джесси, знаете, у каждого человека свое время умереть. И когда приходит ваше время, раз, и все. А это ложь. Верно. Писание не так говорит. Писание говорит, Он предназначил каждому человеку однажды умереть. А не время умереть. Да. В Писании много мест, где написано, что вы можете продолжить свои дни полнотурно. И вы обращаетесь к этим местам Писания и находите, что Бог сказал, а мы читали это вчера, Бытие 6.3, дни человека будут 120 лет. То есть нормальная длительность жизни не будет превышать 120 лет. Нормальная длительность. Это не имеет ничего общего с 70 или 80 годами. Да. И знаете что? Могу я перебить тебя? Я хочу сказать это о семье Копланд. Поскольку Слово Божье господствовало в вашей жизни, ты только что процитировал Писание о тебе и твоем потомстве. Потомство. Да. Твое потомство будет жить дольше, чем это считается нормой. Мы учили их этому, и они все верят в это. Да. В самом деле. Да. Они стремятся к этому веры. Позвольте сделать еще один шаг, потому что вам придется сделать что-то с этой плотью. Верно. Слово Божье начнет господствовать в вашем мышлении. Когда вы размышляете над ним, как Бог сказал Иисусу Навину, «Поучайся». День и ночь. В законе моем день и ночь, дабы в точности исполнить все написанное в этой книге. И тогда ты будешь успешен во всех твоих путях. Когда вы размышляете над Словом Божьим и позволяете Ему господствовать, как в том случае, когда Слово Божье сказало 120 лет, это хорошо, это нормально. Лично я не знаю, как мы достигнем этого, но именно так сказала Слово Божье, и я размышляю над этим. Я буду размышлять над этим, пока не получу надежду, библейскую надежду. Дальше я буду размышлять над этим, пока не получу веру. И когда я делаю это, я начинаю видеть, «А, вот, понятно». А вера — это осуществление ожидаемого, и я начинаю исповедовать это. Тогда я начинаю видеть вещи и понимать их. И Джесси, пока я делал это, мне исполнилось 70 лет. И мое тело попыталось отвечать этим 70 годам. И дьявол сказал, «Ну, ты же знаешь, твоя бабушка, твоя мама и остальные родственники умерли в 70 лет. Ты унаследовал это генетически и так далее и тому подобное». Я думал об этом, и у меня появилась мысль, «Ну, да, хорошо, да». Однако вот что сказало Слово Божье. «И Господь пришел ко мне и сказал, Кайна, твой духовный человек, настоящий ты, носит в себе мою ДНК». Верно. Послушайте, вы рождены не от тленного семени, но от нетленного. Да, в самом деле. От Слова Божьего, которое живо и пребывает вовек. Верно. Аминь. Он сказал, «Если вы начнете исповедовать это, и вы начнете говорить это...» И я начал замечать, что это останавливало симптомы, все мои симптомы в теле. Но вот к чему я очень хотел дойти, чтобы донести это до вас. Что-то начало изменяться в мое мышление. Я знал, что нужно питаться правильно. И в то время я уже питался правильно, но неожиданно Джесси это начал изменять. Я не говорю о своих вкусах. Верно. Что такое. Я питался так, потому что я знал, что так должен питаться и так далее и тому подобное. Но неожиданно мое решение очень и очень укрепилось. Настолько, что меня уже не интересует пища, которая не является органической, натуральной, здоровой. Оно вошло в меня. Оно начало отделять меня от этого. Точно так же, как отделило когда-то от сигарет много лет назад. И прочих плотских вещей. Много-много лет назад. Да. Верно. Дошло до того, что меня не интересовало то, что я ем. Меня больше интересовало служение, что я солдат в армии Господа, чем какие-то вкусы. Понимаете? Это стало решением. Это изменяет. Верно. Да, и ты изменяешься. Изменяет, да. Знаешь, то, о чем ты говоришь, происходит, когда слово господствует в тебе. Почти как будто бы ты съел что-то с дерева жизни. Так и есть. Нет, не почти. Так и есть. И это начинает порождать определенные процессы в твоем теле. Да. Да. Твой духовный человек жаждет этого. Да. Он становится голодным. Он голодный. Да, Господь. И все это здесь. И Бог накрыл щедрый стол. Он не дает вам то, что я называю маленькой порцией Слова Божьего. Он говорит, ешьте, пока не насытитесь. Я имею в виду, пока не наполнитесь. И меня удивляет, сколько людей говорят, как долго ты собираешься. Я хотел недавно подписать контракт с аэропортом. И ты знаешь, невозможно приобрести государственную землю в аэропорту, которым управляют федеральные законы. И для этого нужно подписать договор об аренде. И я сказал, ну, мы бы хотели начать с аренды, наверное, на 30 лет. Но я согласен и на 20. Он посмотрел на меня так, как будто бы я потерял здравый разум. Мне кажется, он посмотрел на мою жену и спросил, а сколько вы предполагаете жить? Я ответил, намного дольше, чем вы. Если я ставлю свою подпись по чем-то, сэр, я исполню условия контракта. Почему я могу говорить так? Да. Из-за этого. Джесси, у меня есть поручение от Господа, я должен исполнить его. И вы не будете способны делать то, к чему вы призваны, имея 25, 35, 50 килограммов лишнего веса в своем теле. Да. То есть это возможно, ты знаешь, это так же, как и я. Но когда вы пытаетесь сделать это естественными силами, фактически вы никогда не будете успешными в этом. Верно. При помощи своих естественных сил. Потому что ваше плоть все еще будет господствовать над вашим мышлением. Я говорил минуту назад, если вы позволите Слову Божьему господствовать в вашем мышлении, вы просто возьмите все эти места Писания, найдите их, и прежде всего вам придется избавиться от этого чувства обиды. Избавьтесь от него. Даже если вас называют толстым, неважно, прекратите плакать по этому поводу. Это просто ваши эмоции, и дьявол давит на вас. Пытается не дать вам быть послушными Богу. Размышляйте о Слове Божьем. Будьте в Слове. Не начинайте с обычной диеты. Вы размышляете над Словом Божьим и всегда ищите места Писания. Когда я нашел каждое место Писания, в котором говорилось об объедании, об обжорстве, Бог работал со мной в этом вопросе, и я заметил, что в каждом месте Писания было сказано объедение и пьянство. То есть обе эти вещи принадлежат к одной и той же категории. Видите, дьявол даже не хочет, чтобы вы узнали. Это неумеренность. Да. И тогда я осознал, что мне придется сделать. Мне придется избавиться от этой зависимости. И я использую то же слово. Освобождение. При помощи которого я избавился от сигареты, алкоголя и остальных вещей этого плоского мира много лет назад. Господь научил меня размышлять над этими местами Писания в вере. Победа, победившая мир. И мы собирались прочитать сегодня послание к евреям, 11 главу. Верно. А без веры невозможно угодить Богу. Вот почему. Задумайтесь. Вера важна. Это единственный способ, которым вы можете угодить Ему. Это единственный способ, которым вы можете угодить Ему, потому что Он сказал, поверь, что было по милости, по благодати. Разве ты не писал партнерского письма на эту тему? Знаешь, что Кэти сказала мне? Мне нужно тебе рассказать. Я скажу это перед всем миром. Она сказала, пришло партнерское письмо от брата Копланда. Хочешь прочитать? Я ответил, да. Я взял это партнерское письмо. Там он говорил о лишнем весе и о подобных вещах. А я как раз собирался положить в свой рот картофельные чипсы. И тут я читаю это письмо. О, он увидит, что я ем картофельные чипсы. Я положил их обратно. Видишь, я рад, что ты вспомнил об этом. Потому что мы смеемся по этому поводу, но на самом деле это не смешно. Верно. Это серьезное дело. Потому что эти вещи убивают народ Божий. Мы не должны умирать в 70 и 80 лет. Мы не должны умирать в 90 и 100. Люди умирают. Проповедник умирает в 70, 80. Хотя есть помазание для 90-летних. Есть помазание для 100-летних. Есть помазание для 115-летних. И оно еще даже не пришло на землю, как предназначил это Бог. Это силы мудрости старейшин. Я не говорю о 90-летнем старце. Я говорю о 118-летнем человеке. Он не должен сидеть в углу, засохший как сучок. Нет, не должен. Нет, 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 нет. Он должен быть таким же сильным, как и тогда, когда ему было 65. Да. И какой будет сила Божия в таком человеке? Я узнаю это. Я узнаю. Вот в чем суть. Послушайте меня. Да, это удивительно. Послушайте. Вы размышляете над этими местами Писания. Нет, местами Писания победы в вере. И вы не размышляете о лишнем весе, о жире и так далее. Вы размышляете в вере и о вере. И она поднимется в вас. И неожиданно эти 5, 10, 50 килограмм, сколько бы их ни было, совсем не будут выглядеть такими большими, плохими и неуправляемыми. Потому что, когда поднимается вера, тогда проблемы и напряжение плоти начинают уменьшаться. Верно. И вот что вам нужно делать. Когда вера поднимается вот здесь, вам нужно принять решение. Это никогда не произойдет без вашего решения. Это правда. Я ставлю Слово Божие на первое место в смысле. Решение производит выбор. А дебаты вызывают дискуссию. Да. И пока вы дискутируете... Мы не дискутируем об этом. Вы двоемысливый человек. Да. Человек с двоемысливым. Вам нужно сделать выбор. Да. Такой человек ничего не может принять от Господа. Так сказал апостол Иаков. И вам нужно прийти к тому, что сегодня именно этот день. Сегодня этот день. Моя жизнь изменяется сегодня. Я узнаю. Я не собираюсь получать эту информацию от мира. Я не обращаюсь за ней к этой мирской системе. Я прихожу к тебе, Господь. Об этом написано в твоей книге. Здесь находятся все законные питания. О, нет, нет, нет. Это все закон. Нет, это полезная пища. Да, но брат Коплан, знаете, когда он сказал Тимофею, «Я могу есть все, что хочу». Послушайте, вот это мечта каждого обжора. Да. Там имеется в виду совершенно другое. Совершенно. Вы поставили знаки припинания, из-за которых это так звучит, но это не так. У меня сейчас нет времени, чтобы учить об этом. Верно. Вы можете узнать это сами. Прочитайте. Бог сказал одно слово, и мы все должны его использовать. Оно называется дисциплина. Вы должны дисциплинировать себя. Вы должны приложить старания к слуху. Это верно. Да, это правда. И вы просто делаете это. Вы берете это с собой. Боже мой, это был, в моем случае, белый хлеб. Ты любил есть хлеб, да? Да. Целый батон запресест. Батон запресест. И в результате 50 килограммов лишнего веса. Когда я пришел к этому в Божьих вещах, на то время у меня уже не было 50 килограммов лишнего веса. Я похудел на 10-12 килограммов. Но настал тот день. Я сказал этому хлебу, я больше никогда не буду нуждаться в тебе. И я принял причастие. Я принимаю свое освобождение. Плоть. Приходи в согласие со Словом Божьим. Я обновляю свой разум согласно тому, кем я являюсь. Я не просто кто-то, я рожденный свыше дитя живого Бога, исполненное Духом Святым. Если вы не крещены Духом Святым, настало время принять это крещение. Да. Принимайте его. Я принимаю дисциплинирование своего разума и дисциплинирование своей плоти. Я ставлю Слово Божье на первое место, и оно будет окончательным авторитетом в моей жизни. Во имя Господа Иисуса Христа. Послушайте, послушайте. Вы зависимы от порнографии? Возьмите этот компьютер, ваше устройство, телефон, планшет, поставьте его перед собой и пройдите через эти же шаги. Я не буду обращаться к этому. Я не буду обращаться к этим нечистотам. Я больше не буду питать этим свое святое тело и свой святой разум. Я омываю свой разум Словом Божьим и баней водной Слова Божьего и кровью Иисуса. И примите это причастие и посмотрите, где вы, и скажите это своими устами. Да. Для того, чтобы вернуться к этому, вернуться к этой порнографии, вернуться к этому алкоголю, вернуться к этой пачке сигарет, мне придется переступить через кровь и тело Иисуса. Да. И это слишком сильно. Это сильно. Я больше никогда не буду нуждаться в этих ненужных мне вещах. Повторяйте каждый раз. Если останется какое-то желание, что в большинстве случаев пройдет. Конечно. Если вы начнете забавляться с этим, играть с этим, послушайте, оно вернется к вам. Да. А вам необходимо пребывать в Слове Божьем. Пусть у вас будет диета и Слово Божьего. Придется. Для того, чтобы жить таким образом. Уверяю вас, вам придется встать на беговую дорожку, вам придется делать то, что вы знаете, что нужно делать. И вам необходимо объединиться с исполненным духом тренером. Если вы не знаете, где такого начинаете, это очень сильно. Потому что это непосредственно связано с тем, о чем мы говорим. Ты говоришь о лишнем весе. И я слышал, как много людей говорили, да, но вы не понимаете, лишний вес передается в моей семье. Моя мама имеет лишний вес, мой папа, даже мои собаки. Это оправдание. Хотя вы совсем не связаны с ними генетически. Если Слово Божье Господствует над вами, тогда вы не связаны с ними генетически. И я не хочу вас унизить. Что я хочу сказать, начните сегодня делать то, что сделал Брат Кеннер. Позвольте разложить это по полочкам по-другому. Потому что люди не имеют никакого понимания об этом. Я пережил это сам. Я говорил, Господь, эти вещи не работают здесь так. Послушайте. Если вы человек веры, тогда Бог для вас нечто больше, нежели маленькое воскресное упражнение. Но я не понимаю этого, что здесь не так, Господь. Вернитесь к последней вещи, которую Он сказал вам сделать. И которую вы не сделали. Если Он сказал вам сбросить 10 килограммов, а вы этого не сделали, тогда вы непослушны Ему. Да, но почему? Послушайте, непослушание — это непослушание. Не имеет никакого значения, касается оно денег или состояния вашего тела, вашего разума или вашего лексикона. Это все равно непослушание убьет вас, Джесси. И то, что вы делаете, это не просто непослушание. Вы ходите, живете в непослушании. Вы увеличиваете непослушание каждый день. Это тьма. Когда не поступаете согласно тому, что Он говорит. Вот и все. Несколько дней тому назад Господь отдернул меня и сказал, «Ты был непослушан мне в этом. Тебе нужно это изменить. Ты вне безопасности. Приведи-ка в себя в порядок». Это сильно? Вот, Джесси. Да. Я живу так больше 50 лет, но посмотрите на это. Посмотрите. Я могу попасть в беду, потому что я упустил кое-что. Я не посвящал время тому, чему должен был посвятить. И? Да. Лучше поблагодарите Бога за то, что Он сделал. Это лучше, чем погибнуть. И будьте уверены, кому много дано, а того много требуется. И Бог будет требовать больше, когда вы знаете больше Слова Божьего. Но чем больше вы получаете, тем больше вы побеждаете. Да. Примите исправление. Избавьтесь от своих обид. Ну же, давайте. Толстяк. Никто не собирается верить толстому проповеднику. Ну же, обратитесь сюда и делайте то, что должны делать. Слава Богу. Аминь. Аллилуйя. Хорошая проповедь сегодня. Здравствуйте, я Коннет Коплунд. Это передача «Победоносный голос верующего». Уверяю вас, это самое жаркое место в городе. Слава Богу, Бог совершает что-то. Уверяю вас, Он возвращает нас к основополагающему изучению веры, реальности искупления. Этим славным вещам. Знаете почему? Потому что в очереди стоит очень много только что уверовавших христиан. Слава Богу. И мы очень рады, что вы нас слышите. Слава Богу. Аминь. И мы возрастаем вместе. Послушайте. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Джесси, счастливые дни снова пришли. Снова пришли. Аллилуйя. Да. Очень хорошо. Это здорово. Да. Отец, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Мы прославляем Тебя за это могущественное излияние. И мы ходатайствуем о Нем. Мы призываем ранний и поздний дождь в эти последние дни. И мы благодарим Тебя и мы прославляем Тебя за эту бурю Духа Святого, которая придет на тело Христа. Да, Господь. Мы так восхищены этим. И мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Джесси Дюплантис, добро пожаловать на это место. Спасибо тебе. Для меня честь бы здесь. Может быть, я лучше... Да, спасибо тебе, Господь. Я сделаю это. Для большинства людей это прозвучит немного странно. Буря Духа Святого. В 1983 году я постился большинство января месяца. И Господь начал показывать мне в книге Иаиля, что ранние-поздние дожди. И слава Божья. Приходят, они уже здесь. Аминь. Это началось еще тогда и действовало еще тогда. Я думал, что полнота этого придет именно тогда. Это выглядело просто необратимо. Это было очень близко. И многое из этого совершилось. Но сейчас... Но мы сейчас только входим в это. Как бы там ни было. И Господь сказал в Своем Слове, «Я проявлял себя, как ветер. Я проявлял себя в виде дождя». Он говорил о Духе Святом. «Я проявлял себя в виде облака». «Я проявлял себя в виде молнии». Верно. «Но ты не найдешь местописание, где я бы проявлял себя через все эти четыре явления одновременно». Я исследовал этот вопрос. И были случаи, когда он проявлял себя в виде двух явлений одновременно. Но он сказал, «Придут такие проявления моего Духа». Когда все четыре проявятся одновременно. Если посмотреть на это, то это настоящий шторм. Это просто огромная буря. Все это составляющие бури. Ветер и дождь, и облака, и молния. Это буря. Понимаете? Все это элементы шторма. Верно. Кроме этого буря — это очень громко. Да, Джейс, аминь. Мы достигли этого, брат. Время настало. Это происходит. Но он также сказал, «Хадатай, стучи об этом». Он сказал мне это еще тогда. И знаете, я нашел в наших архивах запись своей проповеди из Сент-Луиса в 1983 году. Я закончил поститься в январе, и я прослушал эти передачи и снова зажегся тем, что говорил тогда Бог. Тем, что я увидел тогда. Конечно. А это уже здесь. Но это приходит, только-только приходит. Да-да. Спасибо тебе, Господь. Это должно было проявиться еще тогда. Но люди не ходатайствовали об этом. Спасибо, Господь. И именно об этом я проповедовал тогда. Я не знаю. Верно. Когда я закончил проповедовать об этом, это произошло. Но Бог хотел, чтобы я ходатайствовал об этом и все такое. Это была не моя вина. Но это не мешает нам делать это сейчас. Понимаете? Да. И мне кажется, именно поэтому люди считают, что у нас только преследование. Когда приходит буря, она возгревает многих, многих людей. Я все время говорю об этом. Грядет цунами Духа Святого. И чего люди не понимают до цунами? Это не просто волна, которая обрушивается на берег и разбивается над вами. И вы видите белую пену. Это движение океана. Грядет прилив целого океана. Именно поэтому вы видите эту стену. Это не просто волна, которая обрушивается и оканчивается. И что тогда происходит? Люди убегают. Но это не будет разрушительно. Это будет благословение, духовное, физическое и финансовое. Подумайте об этом в каждой сфере. Бог хочет, чтобы мы совершенствовались в каждой сфере, брат Копланд. Но вы не можете совершенствоваться без основ того, о чём говорит Библия. Если посмотреть на эту чудесную студию, вы можете увидеть здесь сотни лампочек. Но на чём держится весь их вес? На этом основании. Да. И когда Бог побудил тебя вернуться к 1983 году, ты только закончил поститься. Да. И это не было случайно. Хочу сказать, Он очистил меня аж до костей. Я физически потерял вес. Но в своём духе, ты шутишь? Да, конечно. Бог накачал меня внутри. Он сказал, не моя работа изнурила тебя, а всё то, что ты сам добавил к ней. И во многом это были хорошие дела. Верно. Понимаете, я добавил много сам к этому. Да. К работе Божьей. Да. Бог говорит, я никогда не побуждал тебя делать их. И мне пришлось разобраться с этим и спросить тебя, это Бог призвал меня делать это? Это Он говорил мне делать это? Нет. О, Господь, теперь мне нужно призывать людей. Но я не могу держаться за это. Да. Мне нужно отложить это в сторону. И все эти ненужные вещи. Я совсем недавно прошёл через ещё одно очищение. И послушайте, вот это доктор, уверяю вас. Моя плоть прошла через серьёзную операцию. Бог очистил меня. За последние несколько дней я избавился от ненужных вещей. Говорю себе. Я говорю о себе. А вам нужно делать то, что Бог говорит вам. Если вы чувствуете то же убеждение, лучше вам сделать что-то по этому поводу. мне пришлось обратиться к своему ДВР-проигрывателю и перепрограммировать все эти светские телевизионные каналы. Просто убрать их оттуда. Избавиться от них. Я очистил эту плоть от всего, чтобы только осталось Слово Божье. Слово Живого Бога. Видишь, ты был готов вступить в серьёзную битву. Когда ты сказал, очисти её, он очистил тебя. То же самое произошло во время Второй мировой войны. Когда один полковник сказал, нам нужно достичь Токио. И они сели в самолёт. Убрали все снаряды. Да. Убрали всё. Там даже были барабанные палочки, которые были похожи на винтовки. И они сбросили весь этот груз, чтобы дать им знать. Они говорили, что там были только холостые снаряды, но это изменило мышление нашего врага. И когда ты вышел и сказал, я слышал, как ты проповедовал, и я сказал, да это же Брат Копленд. Я вошёл в комнату, у Кэти был включён iPad, она смотрела это служение с 1983 года. Да, она смотрела его. И она сказала, Джесси, послушай, и сейчас я могу говорить только в Духе Святом. Я чувствую мурашки по теле, когда я думаю об этом. Я сразу же, понимаете, это основание, это сила. Плот не могла бы справиться с этим. Твой дух был... Я могу сказать это только на языках. Он был такой большой в Боге, что я по существу не видел тебя. Я мог видеть, как ходили твои слова. Они отдавались эхом. Это пришло на волне цунами и бурей Духа Святого. Но это не было разрушением. Это было величие Его силы. И мы будем ходить таким образом всю вечность. Дамы и господа, когда мы попадём на небо, мы будем жить в этом. И эта жизнь совсем не похожа на это. Понимаете? Я имею в виду вот это. И до начала этой передачи мы говорили, что много людей живёт вот так. Но ты сказал, что они не делают вот так. Они живут вот так. Да. Понимаете? В духовной сфере нет такого понятия, как поддержание одной скорости и высоты. Да. Духовное возрастание не статично. Дух Святой действует всё время. Постоянно. Он говорит всё время. Но слышите ли вы его или нет? Да. И это не его вина. Верно. Моя, если я его не слышу. Да, правильно. Но он действует всё время. И мы либо возрастаем, либо откатываемся назад. Тонем. Да. Если говорить авиационными терминами, эти провалы называются воздушными ямами. А если вы не добавляете мощности, самолёт начинает проваливаться и терять скорость. И возможно настолько выйти за кривую мощности, что даже если вы добавите полную мощность, у вас уже не получится преодолеть воздушную яму, а учитывая вес самолёта, потому что вы позволили ему потерять скорость, так что добавление мощности не поможет. Вырулить. И, конечно, это больше касалось нереактивных самолётов, но вы можете допустить до потери скорости реактивного самолёта на большой высоте, и самолёт просто войдёт в смертельный угол. Вы можете попасть в такое положение, когда отклонение между допустимым углом горизонтального полёта и опрокидыванием приведёт к потере скорости. Самолёт начнёт падать на высоте 9, 10, 12 тысяч метров, и вы, возможно, не успеете его выровнять. Вы можете опуститься аж до 3, 3,5 тысяч метров. Помнишь тот самолёт, который упал в Атлантический океан? По-моему, это был аэробус. И эксперты не знали, что с ним произошло на это. Ушли годы, а он лежал на дне океана. Верно, да. Вот что они обнаружили. Внимательно задумайтесь вместе со мной. Потому что, когда я увидел результаты этого расследования, я задумался. Вот это да. И всё, что я узнаю об авиации, всегда имеет духовное применение. потому что вы находитесь в третьем и четвёртом измерении, когда вы увидели. Верно. Хорошо, это и не важно. Но вот что произошло с тем самолётом. Пилот, сидевший справа, должен был управлять им. А остальные пытались понять, что же с ним происходит. И они никак не могли разобраться, что происходит. Самолёт терял высоту, он падал вот так. Понимаете? Он падал вот так, и они не могли понять, почему. И дело в том, что в самолётах компании Аэробус переключают управление. И у них нет штурвалов. Если бы это произошло в самолёте со штурвалом, они бы это смогли увидеть. Но в Аэробусе они не смогли это увидеть, потому что там есть рукоятки, как в истребителе. Рукоятка была в заднем положении, и никто этого не заметил. Понятно. Это называется полёт по проводу? Да. И у него эта рукоятка была в таком положении постоянно. И он просто сидел там с ней. Страх сковал его в этом положении. В конце концов, капитан понял это. Он должен был понять это ещё задолго до этого. Да. Он позволил своим чувствам овладеть собой, забыв про тренировки, и он и подумать не мог, что кто-то может сесть там и потянуть рукоятку там. Это просто не пришло ему в голову. А он должен был отреагировать на то, чему его постоянно учили, как действовать в критических ситуациях. Я не буду сейчас углубляться во всё это. Но вот в чём дело. Того пилота сковал страх. И этот самолёт терял высоту до тех пор, пока он не опустился так низко, что, когда они это осознали и увеличили мощность, он уже ударился об океан фюзеляжем и не смог выровнять кривую мощности. Вы можете стать настолько плотскими в своём мышлении, считая, что вы ходите верой, но при этом не проводить никакого времени в Слове Божьем. И каждый вечер вы смотрите это плотское мирское телевидение. Все эти фильмы с кровью, внутренностями, все эти ругательства. А когда что-то происходит, вы сразу же, «О, Боже, помоги, мне нужно исповедовать веры». Мне необходимо кое-что добавить. Ты рассказывал, что Бог сказал это тебе. Я читал одно из твоих партнёрских писем, и вот что произошло. Ты рассказывал, что Бог сказал тебе читать Слово Божье, чтобы ты не полагался на свою память. Да, понимаете? Много людей говорят, «Мне не нужно читать Библию, и я помню её наизусть. Ваша память не спасёт вас». Вера приходит, но если она приходит, она также и уходит. Она приходит откуда-то, и она идёт куда-то. И куда бы она ни пришла, нам нужно быть там. И куда бы она ни ушла, нам нужно быть в той сфере. И я очень чувствительный к этому с того времени, как я прочитал это. И говорю об этом не от гордости. Я знаю много мест писания наизусть. Я могу цитировать целые главы, и я не хвастаюсь этим. Но знаете что? Когда вы ставите эту книгу перед своими глазами, когда вы берёте эту Библию, «Дамы и господа, и когда вы пребываете в ней, я очень люблю читать её вслух. Я научился этому от тебя много летом назад. Я просто читаю её вслух, чтобы мои уши могли слышать, что говорят мои уста». Я помню тот пример, который ты привёл много лет тому назад. Ты говорил, «Представьте собаку» и спрашивал, «Что вы видите?» Чёрную собаку. Помнишь тот пример? Ты использовал для этого визуализацию. И вот что произошло. Совсем недавно в одном из твоих партнёрских писем я прочитал, что ты написал, как Бог сказал тебе, «Кеннет, ты запоминаешь это слово наизусть, но ставь это слово перед своими глазами». «Сын мой, слова моим внимай, и крича моим преклони ухо своё, да не отходят они от глаз твоих». Да. Я сделал тоже. Вот что хорошо. «Кеннет, если бы я сделал это один раз...» Да, мои господа, но я делал это тысячу раз, понимаете? И люди считают, что вы какой-то особенный, когда можете цитировать местописание. Вот это да, он очень духовный. Хорошо. Хорошо. Поскольку всё приходит через ваши глаза. Задумайтесь об этом. Знаете, прежде чем страх атакует вас, вы видите его. Он приходит. Но если мы храним это перед своими глазами, вот так, тогда ничто не может проникнуть сквозь это Слово Божие. И в следующей строчке сказано об этом. Крича моим, преклони ухо своё, да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего. И вам необходимо понять, что есть врата глаз, врата ушей, врата уст. Все эти врата должны функционировать для того, чтобы в них входила духовная пища в вашу систему. И это основы. Это те основы, о которых мы говорим. Конечно же, я могу знать, какой вкус у яблока. Верно. И мне даже не нужно смотреть на это яблоко. Да. Я знаю, какой вкус у маленького зелёного яблока. Я даже не хочу откусывать это зелёное яблоко. Я знаю, какой у него будет вкус. Я помню, какой вкус у картошки. Я помню, какой у неё запах, привкус во рту, который остаётся после картошки. Но мою память об этом яблоке или о картошке нельзя вложить в систему. Поэтому я не получаю от этого никаких питательных веществ. А вот это слово Божье. Это духовная пища. А вы дух. У вас есть душа в вашем духе. И вы живёте в физическом теле. Правильно. Ваше тело принимает пищу, и ваш дух должен принимать пищу. Да. И ваша душа принимает пищу. Верно. Да. Настоящую душевную пищу. То есть слово Божье. И мы эти комплексные системы. Мы немного понимали об этом, пока не появились комплексные системы. Да. Компьютерные и прочее. Но сейчас мы понимаем. Если страдает одна часть, особенно дух, если дух голоден и его не питают, тогда слаба вера. Верно. Тогда вы слабы в своей душе. То есть в своём разуме, воле и эмоциях. И у вас нет силы воли, потому что ваша душа не получает питания. И теперь ваше тело слабое, потому что нет потока исцеления. Поток здоровья не исходит из вашего духа. Да. Ты только что сказал это. Ты разложил это по частям. Если ваш дух слаб, и внутри него ничего нет, тогда ваша душа говорит, это не может быть правдой. То, что проповедует этот коп, он не может быть правдой. И тело не знает, что делать. Оно пытается принимать приказания от души. Она не была научена. Она не была научена. Поэтому она не знает, что делать. И тогда неожиданно, именно в душе вы запутываетесь. Потому что если ваш дух слаб, дамы и господа, ваша душа говорит, ну, я знаю, слово говорит так, но... И после этого идут оправдания. Да. Она просто реагирует так, как её научили. И вы летите вниз, теряя скорость. Вы падаете вниз, проваливаетесь. Вы ударитесь в землю. И когда вы ударитесь, тогда начнёте молиться. Ваша молитва не сработает. Да. Потому что ваша вера пострадала. Ведь вера приходит от слышания, от слышания, от слова Божьего. И вера действует любовью. Уверяю вас, заповедь любви рассыпается, когда вы в таком положении. Да. Вы обязательно где-то потерпите поражение. Но! Но! Да, но... Ну же, слава Богу! Вы можете возвратиться обратно сюда. Да, в самом деле. Вы можете вернуться обратно к Слову Божьему и просто сказать, «Господь, я каюсь!» Слава Богу! Я выбрасываю этот мусор из моей жизни. Я лишаю этого плод всего, чтобы я мог бороться с лишним весом. И я исполняю то, что говорит Слово Божье. Да. Я просто свергаю из себя этот запинающий грех. Запинающий? Я готовлю себя к пробуждению. Аллилуйя. Я готовлюсь к этому излиянию Духа Святого. Слава Богу! Я не собираюсь быть одной из проблем. Я буду частью ответа. Слава Богу! Да, аминь. Я буду помогать этим младенцам-христианам, когда они появляются на этот свет. Эти вновь уверовавшие младенцы-христиане, которые жаждут чистого молока Слова Божьего, чтобы им возрастать. Но когда вы возрастаете, вы растете вверх и становитесь сильнее. И слава Богу! Знаешь что? Это самое лучшее. Они говорят, он ведет себя как будто бы... Помните, вы вели себя так, когда вы только приняли спасение. Почему же вы остановились? Да. Помните, когда вы только приняли спасение? Мы могли ходить по воде. Мы с легкостью бы выскочили с той лодки. Я помню, когда я впервые услышал Слово Божие, Слово Веры, на мне были синяки, как желуди. Я говорил, нет ничего, что мы бы не могли сделать. И что это было? Христос нас, который проявлял себя. О, да. Но появились страшные христиане, которые сказали, ну-ка, успокойтесь, вам нужно успокоиться. Для чего? Я был спокоен всю свою жизнь. Каждый раз, когда я спокоен, я получаю удары от яла. Он сказал, нам нужно соскоблить его с потолка. Но мне это не нравится. Мне нравится здесь, наверху. Да. Поднимемся выше. И это было чудесно. Я помню то время, когда в церкви не существовало часов. О, да. Помнишь, что Господь сказал брату Джорджу, снять часы со стены зала в церкви? Да. Он сказал, я предупрежу тебя, когда остановиться. Я предупрежу тебя, когда остановиться. И в большинстве случаев служение заканчивается тогда, когда нужно. На протяжении последних 12, 14 месяцев у нас просто были излияния Духа Святого. Не один раз служение продолжалось до полвторого, полтретьего воскресенья, потому что люди принимали исцеление. Никто не уходил. Никто не знал, сколько времени. Но Бог проявлял себя перед всеми, чтобы это увидели на телевидении, по интернету и повсюду. Это напоминает мне служение, которое я недавно провел в Сиэтле. Я привез с собой пастора нашей церкви. Он сказал, Браджесси, я ведомый, я буду помогать тебе. Смотрите дальше. Бог изменил ход всего служения. И у меня было в мыслях, что должно произойти. Мы начали. И Дух Святой начал двигаться. Он сбил с ног того пастора, который должен был помогать мне. Он все служение пролежал на полу. Он и его жена лежали там, насыщаясь Духом Святым. И я сделал то, что должен был сделать. И подумал, Боже мой, именно в этом вся суть. Где движутся быстро. Совершенно. И мы даже не дошли до нашего местописания. Слава Богу, Джесси. Ну вот, опять. Знаете что? Я еще вернусь. Называйте нас терминаторами. Да. Я еще вернусь. Господь сказал Джорджу Пирсонсу, пока он был во Франции. И он собирался проповедовать в церкви для служителей. Большинство из них были пасторами. И он готовился проповедовать, и Господь установил его. И он рассказывал мне, что Бог разговаривал с ним так, как никогда раньше. Это был очень суровый разговор. Бог сказал, я хочу, чтобы моя церковь вернулась назад. Мне нужны знамения. Мне нужны чудеса. Я хочу, чтобы они происходили перед лицом всех людей, а не где-то за завесой. Я хочу, чтобы они происходили там, где бы все их могли видеть. Я хочу, чтобы моя церковь вернулась назад к исходному состоянию. Я хочу, чтобы моя церковь вернулась назад. Все, что совершал Иисус, Он совершал перед людьми. Чудеса, вера, спасение. Его распяли на вершине горы. Да. Чтобы все видели. Аллилуйя. Вот это здорово. Я не критикую то, как люди проводят свои служения. Да. Это между ними и Богом. Но я могу сказать вам так. Верно. Когда это начнет происходить, не надо противостоять этому, потому что когда вы обращаетесь к Писанию, где сказано, эти имеющие вид благочестия, они отреклись силы, от таких отвращайся. Имеющие вид благочестия, но силы его отрекшиеся. Верно. Никогда это не делайте. Да. Пусть это излияние приходит сейчас. Аминь. Позвольте. Ну, я потеряю каких-то людей. Нет, не потеряйте. Если потеряете нескольких, они вернутся. Или они позволят им уйти. Но их место займут намного больше людей. И вы будете искать место, чтобы построить новое здание. И все такое. Наше время. А цена передачи «Победоносный голос верующего» всегда является днем пожертвований. Конечно. Если только Господь не начнет нас направлять как-то еще. Когда мы только начали проповедовать на радио, и как только начали проповедовать на телевидении, я говорил сам себе, «Господь, я по горло сыт проповедниками, которые выпрашивают деньги и на радио, и на телевидении, а я так не хочу. Я не хочу принимать никакие пожертвования. И мы с Глорией просто можем согласиться и посеять наше семя». Но затем Бог сказал, «Это не соответствует Писанию». Тебе нужно сделать так. Когда люди слышали проповедь Слова Божия во всю неделю, для этого обратись к Слову и основывай пожертвования на Слове, потому что людям нужно сеять в отношении того, что они услышали, того откровения, которое они приняли. И вот что сказано в 6 главе послания Галатам. «Наставляемый Словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от Духа пожнет жизнь». В греческом «зове» — жизнь Божью, жизнь вечную. И мы хорошо знаем, что сатана приходит. Иисус сказал, «Сеятель семя сеет» или «Проповедник проповедует Слово Божие», и сразу же приходит сатана, чтобы украсть посеянное Слово. Украсть его. А мы сеем в ответ на услышанное Слово. Мы сеем... Извините. Мы сеем и позволяем этому Слову укорениться в нашем духе. И оно становится нашим откровением. И тогда дьяволу намного сложнее украсть это Слово. Перед тем, как выходить в эфир, Господь установил мне и сказал, «Побуди людей сеять сегодня семя в отношении этого новогоднего решения». И Бог сказал, «Это будет самый лучший год, когда вы будете сеять в отношении этого новогоднего решения». И посейте то, что я скажу. Назовите свое семя, именно так ты сказал. А не просто то, что пришло вам в голову. Именно так ты сделал. Спасибо тебе. Да, Отец, мы молимся за это пожертвование. Спасибо, Господь. Открывай своему народу, каково их участие в этом служении и в этом пожертвовании. Спасибо, Господь. И мы благодарим Тебя за это. Мы будем послушны сегодня, Господь, и мы посеем самое лучшее семя, которое у нас было для того, чтобы изменения происходили в нашем духе, душе и в наших плотских телах. И мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Да, Господь. Просто будьте послушны Богу. Аллилуйя. Если вы хотите заказать наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До встречи на следующей передаче. А это Кеннет и Джесси напоминает вам снова, что Иисус Господь.